Всем привет! Я Артем Дзюба, и это Коммент-тренер. Специальный выпуск для вас. Неожиданно, как и для меня, мне кажется, так и для вас будет. Сегодня у меня в гостях замечательный, непревзойденный, неординарный и вообще, мне кажется, человек, которого никто не может предугадать, угадать, что он думает, как он мыслит и что будет происходить. Хочу представить вам Леонида Викторовича Слуцкого. Здравствуйте, Леонид. Викторович, сегодня я буду максимально в другом образе, постараюсь, не судите меня строго, пожалуйста, и вы тоже. Хочу быть сегодня таким максимально, возможно, буду неприятным, но мы давно уже знакомы. Не первый раз. Да, могу, не побоясь этого слова сказать, что мы друзья, поэтому сегодня только профессиональная сторона, без каких-либо других вещей. Давайте начнем с вашего раннего детства вообще. Каким был Леонид Викторович, маленький Леня? Каким он вообще рос? Позитивным, добрым, таким переживательным? Какой вы были? Ботаник, я не знаю. Что вообще? Как? Ну, я был, наверное, самый нетипичный отличник. То есть, как бы, так как занимался с детства футболом, плюс синдром отличника был, там, я мог в начальной школе рыдать за четверку. Можете себе представить? Рыдать просто. Серьезно? Да. Ну, такой комплекс отличника, он у людей сохраняет напряжение всей жизни, ты хочешь все делать максимально хорошо. Поэтому, но футбол и такое активное советское детство, потому что ты во дворе с утра до ночи, там, не знаю, мы и Волгу переплывали, что только мы не делали, то есть, и хулиганили. Поэтому, ну, такой обычный, нормальный ребенок, не классический ботаник. Несмотря на то, что я закончил школу золотой медалью, какое-то время у меня все списывали, я действительно учился, а потом уже шел на такой волне, знаешь, там, вот это вот, такой вот, такой вот, типа тебя, да, что вот это вот, уже что-то стоишь, да, тебе говорят, третий закон Ньютона, потому что третий, 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 не знаю, знаю второй. Так, ну, вот в втором законе Ньютона было то-то-то, то-то, 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 так, садись в пять, иду в шпуху, подскочил. Это тоже смекалка, могу сказать. Это, да, определенная смекалка. Ну, то есть, я такой был, очень, наверное, правильный, при этом и с какими-то там уличными понятиями. Ну, мы сильно, на самом деле, в советском детстве, мне кажется, особо не отличались дети. Ну, с чем мы с вами похожи, я тоже рыдал, когда четверку получал, только в другом контексте. Радовал. Ваше отношение с отцом, с мамой, немножко расскажите. Отец у меня умер, когда мне было шесть лет, поэтому отца я по существу не помню. И вот эта же знаменитая история, для меня знаменитая, что в возрасте почти сорока лет я узнал, что у меня есть единокровный брат. Так как отец очень рано умер, мама не рассказывала мне про его жизнь. Узнала, но и специально не рассказывала? Ну, она не то, что специально не рассказывала. То есть, получилось так, что отец сам из Одессы. У него был первый брак, в этом браке было двое детей, то есть, соответственно, мой единокровный брат и сестра. Сестру я, кстати, до сих пор так и не видел, только с братом общаюсь. Вот. И когда отец умер, он умер в Волгограде, получилось так, что меня окружением мамы все воспитывало. У нее было две сестры, у них там были мужья, у них там были дети. То есть, я попал полностью. И со стороны отца я просто никого не знал, потому что был для него чужой город, Волгоград. И вот когда он умер, а он похоронен в Волгограде, кстати говоря, и когда вот мы с братом познакомились и начали общаться, он почти каждый год приезжает в Россию и в Волгоград. Мы ездим, соответственно, на могилу отца. Поэтому я ничего не могу про него сказать. Я могу сказать, что были, наверное, какие-то гены, потому что он был, тогда это называли физвозник, он закончил колледж, ну, тогда это, получается, техникум физического воспитания и занимался боксом. Он был мастер спорта по боксу. Мне, как ты понимаешь, гены не передались в плане бокса. Но любовь к спорту, наверное, какая-то внутренняя была заложена. Поэтому, на самом деле, я воспитывался с мамой и с бабушкой. Ну, в Советском Союзе трудно было выделяться в худшую сторону. Но, на самом деле, это было тяжелое время, потому что мать взяла кооперативную квартиру. Тогда вообще невозможно было. То есть их только на предприятиях давали, ты же не купишь квартиру. То есть мы получили... Я родился в коминальной квартире, потом мы переехали уже в кооперативную квартиру. И мать, по существу, там, коминальную квартиру она была выплачивать тут около 20 лет. И, по существу, всю свою зарплату, которую она получала, сначала воспитательницей детского сада, потом заведующей, она тратила на вот эти взносы за квартиру. Поэтому она, например, работала заведующей, вечером шла в соседний детский сад к своей подруге, и там работала уборщицей в этом же детском саду, потому что хоть как-то нужно было сводить концы с концами. Поэтому... Но я, за что я очень благодарен, да, там, и маме, и бабушке, я не чувствовал, что я там какой-то обделенный ребенок, что мне чего-то не хватает, потому что ничего и не было. В какой момент вы понимаете, что вот именно хотите пойти там в футбол? Как это вообще пришло? Слушай, ну, это у всех происходит одинаково, да? То есть ты играешь во дворе. Я думаю, что у тебя было все то же самое. Ты играешь во дворе, потом кто-то со двора записался в секцию. Говорит, я записался, не знаю, в Спартак, там, еще куда-то. Трудовые резервы? Трудовые резервы? Пищевик? Куда угодно. Все такие, да ладно, и мы хотим. Ну, поэтому раньше же это было все позже. Я не знаю, во сколько, например, ты пошел на футбол, а у нас в советское время тогда раньше девяти лет никого и не брали. То есть раньше третьего класса никого не брали. Сейчас тенденция все моложе-моложе. Это да. У меня есть школа, у нас сейчас в школе 2017 год рождения. То есть уже там пяти-шестилетние дети уже занимаются в школе, как бы, и уже с профессиональными тренерами. Вот, поэтому я, наверное, в девятом классе, ой, в девятом классе в девять лет, в третьем классе, там кто-то со двора записался. То есть, и, кстати, школа была пищевика, так что спартаковская история. То есть вы тоже воспитанник спартака? Ну, да, такого, но его никто не слышал только, да, такого, волгоградского. Вот, то есть я пошел, записался, оставили, ну, все. А как именно радиолучшего вратарь? То есть вас поставили туда или сами решили? Нет, смотри, ну, потому что, как бы, каких-то качеств особо не было, поэтому, значит, ты в воротах, да, то есть кто ничего не умеет, сам и не умеха идет в раму. То есть, действительно, я там не был каким-то, там, обличался координацией, еще чем-то. Я был смелый, старательный и такой, ну, усидчивый, да. Вот именно мы сейчас про спортивную составляющую берем. И для вратаря это легче, то есть ты можешь много тренироваться, ты бесстрашен, тебя бьют, ты, там, прыгаешь в ноги, там, как угодно. И ты, ну, очень старательный, да. То есть вам нравилось быть вратарем? Мне очень нравилось и быть вратарем, и заниматься футболом, и как бы все. И дальше ты, на самом деле, ни один человек не мечтает быть тренером. Как правило, все занимаются футболом, хотят продолжить свою футбольную карьеру, поступать в Институт физкультуры и все прочее. То есть, когда я пришел в Институт физкультуры с золотой медалью, на меня смотрели примерно так же, как когда у нас вышло шоу, но так нельзя, первый выпуск, вот примерно так, с недоумением. Потому что я был второй человек за всю историю тогда еще Института, сейчас Академия физкультуры и спорта в Волгограде, кто пришел с золотой медалью поступать. В советское время, если ты получаешь в школе золотую медаль, перед тобой открыты все двери. Ты можешь поступать в любой ВУ страны, тебе надо сдать один экзамен на пятерку, любой профилированный, и ты в МГУ, МГИМО, куда угодно. То есть, они были в шоке, что именно вы выбрали физически. Ну, конечно, ты с золотой медалью, то есть, надо было 10 лет учиться на отличник, и раньше, сейчас же никак, ты просто ЕГЭ сдал, и все. А раньше ты должен быть отличником с первого по десятый класс каждый год. У тебя не должно было быть ни одной четверки в году. Узнакомо для меня. Да, ну, классическая ситуация. Вот, поэтому, и когда ты говоришь, там, я пойду в институтскую культуру, соответственно, там, мать в обмороке, там, тетки в обмороке, все там, кто друзья, знакомые, все вообще не понимают. Но я шел туда с целью, как мне казалось, у меня есть шансы стать профессиональным футболистом. И действительно, на первом курсе института, в 17 лет, я попал в профессиональную команду. Это была команда второй лиги, союзной еще лиги, звезда-городище. И, ну, то есть я отыграл сезон во второй профессиональной лиге в 17 лет. И я тогда попадал из центра олимпийской подготовки. То есть сначала начинаешь в пищевике, потом, как в регионах это. Потом ты, если более-менее тебя забирают в центр олимпийской подготовки, и оттуда уже там команды мастеров. Сейчас, если сопоставить, примерно какой-то уровень был бы? Ну, тогда... ФНЛ? Ну, это уровень ФНЛ. Но, вот смотри, я же сейчас могу себя оценить как тренер того вратаря. То есть если бы я уже сто раз про эту кошку-дерево и закончусь карьеру, я, наверное, был бы вратарем, который был бы между низом ФНЛ и ведущими командами второй лиги. То есть я бы балансировал между второй и первой лигой. Вот такой был примерно уровень. Эпизод там про дерево, везде уже обшутили всегда. Это там самая такая уже, наверное, и банальная, и уже избитая фраза. Но, я не думаю, что часто кто-то слышал, вот, как я знаю, что после падения вы провели очень долгое время прямо в больнице. Год. Год. То есть вы лежали год, прям настолько это было серьезно, так, у падения. Слушай, ну это был открытый, многооскольчатый перелом левого надколенника. В соседней палате лежал мужик с такой же травмой, ну мне тогда было там 18 лет, когда я упал, ему было за 30. Он остался с инвалидом, инвалидом. То есть он всю жизнь ходил сначала долгие годы на костылях, я его там встречал, потому что там все равно больницы локальные, это же там в определенном районе Волгограда. Потом он сходил с палочкой всю жизнь, то есть он не смог восстановиться после травмы. За счет того, что я был молодой, все-таки процессы пошли лучше. Просто вот первая вообще вот мысль, что вот вы падаете. Да. Ну смотри, я, ну во-первых, как бы вот это вот, в тот день я научился говорить слово нет. До этого его в моей жизни не существовало, потому что заходит соседка, говорит, у меня кот залез и все прочее. То есть сейчас бы я сказал, сразу нет. Даже в глазок бы посмотрел, и уже было бы нет. Понимаешь, тогда я... Людмила Ивановна, лезьте сами, да? Да, да. Она была на три года меня младше, поэтому ей было 15. Вот Вика, сука. Вот. Поэтому... Вика, привет. Да. И она зашла, я думаю, блин, я не знаю, там... А там просто там тополь, там просто нереальный, да? Причем там он же еще без веток идет. То есть ты сначала по лестнице до этих веток, потом еще по этим веткам. Я тогда был худой. То есть шутки, что я там упал из-за лишнего веса. Я там весил 72 килограмма тогда. Вот. И как бы ветки были очень хрупкие, я не знал. То есть все, ты прыгаешь, летишь, падаешь и все прочее. И тут у меня просто выключается все, я вообще ничего не помню. И первое мое воспоминание, я открываю глаза, как я сейчас уже понимаю, в карете скорой помощи. У нас там был такой переезд. Вечно в Волгограде все стояли на этом переезде по два часа. Сейчас сделали тоннель, к счастью. Вот, на Тулака это было в Волгограде. И я открываю глаза и думаю, где я, что я, как я. И у меня какие-то отрывки, что я упал с дерева, наверное, я вскоре. Я такой, не, это сон. Знаешь, ты же всегда думаешь, что с тобой ничего плохого быть не может. Это шок. Это шок. Это шок такой был. И вот я присыпаюсь на этом перекрестке, где мы стоим. И потом все, я уже просыпаюсь в палате. То есть уже после операции. И какие мысли сразу, что все? Вы понимали уже, что что-то произошло? Я вообще ничего не понимал. Потому что, как бы, это... То есть у нас палата, это был... Вот ты сейчас очень любишь квесты. Так вот, даже самый страшный квест, по сравнению с нашей палатой, это было ничего. То есть раньше было отделение в советских больницах, 20 человек в палате. И это была и травма, и, соответственно, еще психо, вот эти все травмы. То есть там были люди, которые, ну, реально, у них были какие-то... То есть они реально... То есть у меня лежал, например, рядом 90-килограммовый борец, ну, право-то в кровати рядом, да? И он каждый раз... Его кололи лидазу, я помню, в головной мозг. Это очень сложный процесс. И он три дня просто сходил с ума. То есть он вот так просто... Ко мне приходили девчонки-одноклассницы, они вот так все сидят, и он скакивал на кровати, орал, не обращайте на меня внимания вот такими глазами, а все внимание только к нему было приковано. И начинал просто везде бегать, просто в стены падать, вставать. Все орут, ловите его, мои там, эти одноклассницы, там, в шоке, как его поймает там такой кабан. И... А у меня же еще нога была открыта, она была не в гипсе, то есть трубки торчат, все прочее. И мне все время казалось, что он сейчас прыгнет на мою ногу, наступит, на вот этот, на свежий перелом. И я, в общем, лежал, левая нога в гипсе, я выставлял правую ногу вперед, чтобы хоть какая-то защита была от этого пациента. И он так каждый день практически делал? Он так делал практически каждый день. Более того, там лежали люди, у которых ампутированы были конечности. Там лежал человек, это для меня сейчас самая вообще страшная травма, он лежал с переломом таза. Когда у тебя перелом таза, тебя просто вытягивают, чтобы ягодица была приподнята, то есть у тебя ноги, руки, все вытягивают, ты лежишь в одном положении с приподнятой ягодицей три с половиной месяца. И каждую секунду он делал так. Я поэтому просыпал, засыпал, слушал музыку, общался. Сейчас перед сном ставим таза. Да, ставлю вот это, когда говорят, Алиса, поставить вам звук дождя? Я говорю, нет, мне поставить стоны, пожалуйста. Вот. И это не те стоны, да, которые тебе знакомы. Причем самое страшное, это когда тебе сняли уже гипс, и тебе нужно разработать ногу. То есть у тебя нога просто прямая, все равно, что вот тут руку согнуть. То есть и ты просто, вот просто ты ногу, и мне гнула мать, все друзья, все девчонки одноклассники. То есть прям был конвейер, который приходил, и они прям ложились всем весом, и нога не гнулась. То есть у меня до сих пор есть контрактура левой ноги, у меня нога до ягодицы не сгибается. Вот. И это просто была боль. Мат стоял такой, я там научился материться. То есть когда говорят, что Дюба меня научила материться, это неправда. Вот в той больнице, когда мне гнули ногу, я узнал все слова, и все узнали от меня эти слова. Вот. Поэтому, ну, такой испытатель был серьезный. К этому мы еще вернемся. По поводу Мата мы еще вернемся. То есть вы были прям периоды, когда прям отчаяние, прям плакали? Нет, нет. То есть вы... Вообще нет. То есть смотри, ты молодой, да? Ты не понимаешь трагизма. Ты как бы это... Когда ты уже год лежишь. Дошла какая-то поддержка. Не дошло? У меня какая-то поддержка была. Вот реально ко мне просто не зарастала народная толпа. Причем самое интересное, что, значит, мои однокурсники... Это я был на первом курсе института. Вы им обещали списать или что? Нет, не так. Они почти все жили в общаге, и они прочухали, что если прийти к Слуцкому в больницу, там приходит мать со своей готовкой, можно просто пожрать. И они... Я смотрю, в параллельных групп какие-то люди появляются. Какие-то я вообще его раз только на лекции видел. Кто эти все... Врач, что я снял, переоделся тоже. То есть как бы реально получилось так, что кто-то по корыстным целям, как я потом уже догадался, не сразу не был такой сообразительный, как сейчас. То есть как бы реально меня какой-то окружили такой заботой, теплотой, вниманием. Я себя даже чувствовал, знаешь, к тебе все время что-то ходит. Меня медсестры ненавидели, потому что много людей приходят, наследили, все. Они мне кололи, а мне же нужно было все время колоть уколы. А я же не мог на задницу перевернуться. Мне все уколы кололи в бедро. Это больно. Когда эти там по пять уколов в день в бедро, и там некоторые были так меня ненавидели, что там наследили. Они же еще уборщицы, и она так сандалила, там еще же не было одноразовых шлипсов. Дротики кидали. Дротики кидали, да. Упражнялись. Да, говорят, что дротисты. Да, дротисты, это отдельная тема. Вот. Ну, в общем, такой год я не чувствовал себя. Еще раз говорю, я был уверен, что я вернусь в футбол. Мне казалось, что... То есть у меня не было какой-то трагедии. Какой момент у вас узнали это? Нет, смотри, я же... Когда я вышел, когда вот с этой ногой, полусгибающийся, не сгибающийся. Я даже, кстати, не ушел в академию, потому что мне моей школьной базой для института физкультуры, я там был просто Эйнштейн. Ну, то есть я мог там, не знаю, за год его, наверное, окончить. И поэтому я даже не брал ни академию, ничего. Я пытался вернуться в футбол. Я два года играл еще на КФК. Потом там я играл там на город, на область. Ну, по... Сказывалось как-то? Я имею в виду в плане болела прямо? Она не сгибалась. Представляешь, у вратаря... Я понимаю, я понимаю. Вратарь снигнувшейся ногой. Ну, что это? Ну, давай без руки вратарь еще выйдет. Вот. Поэтому нет. Ну, это было... Я пытался, реально хотел. И когда ты заканчиваешь институт, я заканчивал институт, мне было 22 года. То есть, условно, с 18 до 19 я лежал целый год. Соответственно, в 22 года я заканчиваю... Там, 21-22 заканчиваю институт. И нужно было уже определяться, что делать. То есть как бы... Почему именно вот... То есть вы решили, все-таки пойду, попробую себя? У меня не было такого. То есть я как бы... Когда заканчивал институт, я, так как я там был отличник, хорошо учился, то есть меня все говорили там, я пошел учиться в аспирантуру. Аспирантуру для того, чтобы... Ну, то есть начать научную карьеру. Понятно. Да, вот. И мне так скучно было, что параллельно я думаю, слушай, я пойду... Ну, че, я уже получил диплом тренера, пойду детским тренером. Я пришел на этот свой же пищевик, на котором я был. Ноль раздевалок. Просто поле все в колючках. Про душевые туалеты вообще могли только мечтать. Ходили с маманей. Просто вот эти объявления в школах развешивали, что там приглашаются дети там и все прочее. И все. И вот я параллельно учился в аспирантуре. Начал работать детским тренером. Я сейчас, знаешь, вспоминаю... Подождите, извините, что перебиваю. То есть реально вот это сработало, когда вы наклеили, приходите в группу. Так это так и работало, да? Да, ну а что? Раньше же не было особо... 93-й год я начал работать. Ну, то есть там не так много секций, разруха, все это, это. И самое интересное, я начал работать в мае. Я набрал детей, и через месяц мы уехали в лагерь. И там, соответственно, была речка, Хопер такая называлась, эта речка, с самым сильным течением Волгоградской области. Понимаешь, мне 22 года. Я везу 30 детей со мной, родители, вот, да? Сколько лет? Мне 22. А дети? Дети были 82-83 год рождения, то есть им было там 10-11 лет, и родители вот такому сопляку отдают 30 детей. Если бы ты видел, когда они купались, что происходило. Я же... То есть они купаются, да, там купалка. Они же там половину плавать не умеют, купалка течения. Я их по головам вот так вот считаю. А там же кто-то нырнул, вынырнул. Там же, ты знаешь, не то, что вы так вот встали и стояли, ты их пересчитываешь. Это же дети. Нырнул, вынырнул, куда-то уплыл. Потерял второе. Все, водолазов срочно. Нет, опять вынырнули. То есть и там вот эти были первые посиделки тренерские. То есть когда все, всех уложили спать. И вот эти все опытные тренеры, дзюдоисты, тебе вот по такому стакану водки наливаются. Ну, тренерские посиделки. Значит, там была история. Ко мне подсаживается уже пьяный, выпивший тренер. Я точно помню, что отчество у него Хрисанфович. Я тогда первый раз услышал это отчество. И он ко мне подходит и говорит, ты по фигурному катанию? Говорит, представляешь, у меня в группе занимается будущий чемпион мира по фигурному катанию. Я говорю, Хрисанфович, на, закусывай помидоры, огурцы. Говорю, Волгоград, ни одного катка, ни одного катка, чемпион мира по фигурному катанию. Ну, это как, помнишь, африканцы в Бобслее этот фильм сняли, что-то. Я говорю, давай, закусывай. Он говорит, завтра приходи ко мне на тренировку. Я говорю, ладно. Прихожу, они занимаются зал, ну, то есть вот деревянный. Ну, все гвозди торчат через это. И сразу было видно, один пацан... Они же все равно делают прыжки на земле. И один пацан просто выделяется. Говорит, ты про него говорил? Он такой, да. Я говорю, ну, вообще не может быть. И потом там футбол же стали играть, там кроссы бегали, он там кроссы лучше всех бежит, футбол хорошо играет, то, сё. И я у него спросил фамилию, говорю, ну, ладно. Говорю, всё, согласен, скажи мне фамилию. Я угадаю? Да. Плющенко? Это был Евгений Плющенко. Реально? Он прям и кроссы бегал, и футбол играл, да? Он был очень ударён, координационно, двигательно. То есть он хорошо бежал кросс, он хорошо... Ты видел, как он играет в гольф? Очень хорошо. И это был на тот момент, он 82-го года рождения, это был 93-й год, это был 11-летний Евгений Плющенко. Ничего себе. То есть я вот в этом лагере, в Урюпинске, как сейчас помню, город, нашёл на этом хапре... Богдану, привет. Да. Евгения Плющенко. Ничего себе, уже в таком возрасте уже видели. Да, да. То есть, представляешь, вот как пути Господни неисповедимы. Я представляю, как в Волгограде этот тренер ходил и всем рассказывал, что это будущее этот, и все как его там гладили, обнимали, какой-то блаженный ходит по Волгограду. Но он рассказывал только в определённом состоянии. А, молодец, да. Да, поэтому его можно было, да, поймать только вечером в этом состоянии, днём. Я думаю, он всё-таки остерегался таких разговоров. Ну, точно. Ну, на самом деле, это прям... Вот, поэтому всё, вот с этого всё и началось. Как родилась дальше, идём, Олимпия, вот ваша эта... Смотри, дальше очень такая была история интересная. В 95-м году, ну, то есть я там, ну, год с небольшим работаю. Нет, в 94-м году обманываю. Год работаю, в 94-м году читаю в Спорт-Экспрессе. Тогда Спорт-Экспресс выписывался от корки до корки, зачитывался всё это. Что? Создаётся детская футбольная лига России, где будут играть мальчишки 82-го года рождения. У меня как раз был 82-83 год рождения. Раньше не набирало ли один возраст. Раньше, ну, в провинции смежный, просто берёшь 82-83. Это же не совсем правильно нам всё-таки. Год разницы... Я вообще не... Там... О какой методике вообще? Я тебе говорю, там стадион был с колючками. Это реально верблюжий колючок. Там верблюда должны были пастись, мы в футбол играли. Вот, поэтому... И я думаю, блин, какая классная идея. Детская футбольная лига, так классно. 82-й год рождения, всё это. И я начинаю пытаться в Волгограде найти спонсора или кого-то, кто бы вот увлёкся бы этой идеей. Ну, задача вообще невозможная. Ну, как бы для Волгограда всё это. И тут случайно абсолютно меня, мой однокрупник, мы учились вместе в одной группе, знакомится с директором школы Олимпии. У них тогда из спорта было только плавание, потому что это был бассейн, Чувальским Николаем Николаевичем. И я к нему прихожу, он потом рассказывал историю, «Я увидел в этих глазах что-то необычное, он смог меня поразить, убедить и так далее». Что там можно было увидеть? Ну, можешь себе представить, вот только я, только в три раза хуже. Ну, вот это вот кучерявый, вот такой худой. 100 рублей, вложил 10 рублей, как мужик, иди, да? Да, иди, закусывай. Вот, поэтому... Сполоснись, иди сполоснись, мужчина. Да, или подстригись. Вот, и, соответственно, он действительно сказал, давайте мы попробуем. 95-й год мы играем. Первый год в турнире... 94-й год. Первый год мы играем в турнире детской футбольной лиги. И, как сейчас помню, мы ехали, в общем, представляешь, представляешь, такая грузовая военная машина, просто накидали туда матрасов, а она еще такая вся, ну, жара в ней стоит. Ни одного окна, ничего нет там. Понятно. Вот мы ехали, первый турнир у нас был, мы ехали в Бугучар, это город Воронежской области, на турнир вот в этой вот... Сколько часов? Ну, там километров, наверное, 500. Ой, ну, то есть... Значит, это первый турнир в Бугучаре. Первый турнир в моей жизни. Мне 23 года. Значит, мы играем решающий матч за выход в высшую лигу. Там миллион команд заявилось, их делили на лиги после первого сезона. И мы играем, как сейчас помню, с командой из города Орел. И после матчевой пенальти. Меня трясло так. Оттуда родилось ваше... Что? Да, нет. Там не было еще кресла, ты мог вокруг поля ходить. Знаешь, когда тренер так ходит, вокруг поля всем подсказывает. Вот я был такой. И, значит, серия пенальти. Я назначаю пять бьющих, и меня так трясет, что я просто ухожу со стадиона. Ухожу со стадиона. Чего не смогли совладать собой? Я не смог. Ну, мне 23 года, тут еще все это, это. Все так трясет. Я называю пять бьющих, и не выдержал стресса, ушел. Ну, возвращаюсь, естественно, мои рыдают. Ну, я понял, что мы не выиграли. Вот. И я говорю, ну, как дело-то было? Значит, дело было в следующем. После пяти ударов была ничья. Я так и подумал, что шестого не выиграли. И шестого тренера-то нет. Как-то он, его нет. И, в общем, они вытолкнули колоду, вот это, знаешь, из толпы. Иди бей. И колода не забила. Это как раз-таки решающий пенальти. Он рыдает больше всех, естественно, в эту секунду. Вот. Я думаю, с тех пор у нас сложились очень близкие отношения. Вот. У него вот эти детские комплексы мной были заложены. Вот. И я понял. То есть, и ты с первой секунды стал всему учиться, что так поступать нельзя. А в этот момент вы поняли, что у Колодина хороший удар, потому что пробил он именно мимо, и мяч долетел. Мимо и выше одновременно. Мяч долетел оттуда, и с Воронежа до Волгой Городины. До Дона, да. Олимпия – это целый мир, это целая жизнь. Это семь лет, это там куча побед, достижений. Там, представляешь, мы дошли детской, вот одна детская команда, вот ты ее взял, и ты прошел путь от детской команды до команды второй лиги. То есть, я так понимаю, что вы росли прям вместе с ней. Да, мы параллельно. То есть, ребята, сто процентов было, что начинали там кто-то курить. Это же еще помимо того, что... Начинали. Не заканчивали. То есть, вместе стояли. Вместе стояли, да. И никогда, кстати, не курил. Вот, поэтому, ну, это было... Ну, это прям... Вот семь лет в Олимпии, это прям можно снимать сериал «Все их первая любовь», трагедии, отчисления. Представляешь, в какое количество историй в девяностые годы в Волгограде попадают подростки. То их избили какие-то местные, то они куда-то попали, то... Ну, то есть, это было... Я уже не говорю про тренерство, я уже не говорю про то, что это... Но до сих пор самым большим моим достижением является то, что... Можешь себе представить? Вот представь, ты футболист, высочайший уровень, ты хорошо это понимаешь. С одного выпуска, с одного выпуска 15 человек играли в командах мастеров. 15, да? То есть, сегодня, чтобы просто наши зрители понимали, если два человека с выпуска попали в дубль, ведущий московской школы, это уже тренер Бажина, да? Ну, это 15... У нас 88-й год в Спартаке считался при выпуске вообще там выдающимся годом 13 человек пришло. 13 только. Ну, это пришло в дубль. А здесь 15 стали профессионально... У них была профессиональная карьера. Это не дубль, да? Которую взяли. 15 профессиональной карьеры. Два игрока, будущие заслуженные мастера спорта Денис Колонин, Роман Адамов. То есть, два игрока, чтобы из провинциальной школы стали игроками национальной сборной страны и бронзер-пезюрьера. И больше 6-7 человек играли в премьер-лиге в российской. То есть, это достижение... Я им безумно вообще горжусь. И это супер вообще. И мы прошли путь. Им было 15 лет, мы первый сезон играли на КФК. Вообще, конечно. То есть, я когда... А то КФК-то было, когда там у молодой мужики были. Я когда оттуда уходил, это был 2000 год, первый год, им было по 17-18 лет, мы играли во второй лиге. Этой командой одной. Я так понимаю, что в то время родители не так оказывали влияние. Вообще не. То есть, это, наверное, даже в плюс играло. Это было плюс, потому что это было как в 12 стульях, да, это у нас сироты, потому что с паренью родители отдали, родители на пяти работах. То есть, вы для них были реально отец, мать, тренер, педагог, вообще все. То есть, если он заболел, я его брал домой в карантин. И бесконечно все это я слышал от своей мамы, которую ты хорошо знаешь, бесконечно, что вот, стираем, готовим, потом слова хорошего не дождешься. То есть, сначала у меня был бубнешь вот этот вот стон, и потом бубнешь моей мамы в 7 лет, когда она за ним не стерпит. То есть, при том, что ты же понимаешь, я детский тренер. То есть, ну, денег особо нет. А у них там то-то, то нужно купить это, то-то, то едут. Как удавалось вообще? Ну, я даже не знаю. Это было такое счастливое время. Ты настолько в этом живешь, ты настолько в этом растворяешь, что тебе вообще по барабану все. Но вы с мамой вообще вспоминаете вот этот период вообще? Бывает такое? Нет. Я так понимаю, что для вас это было такое реально приключение. Да. И для нее это было прям такой стресс. Да, для нее это стресс, потому что у тебя каждый день какой-то больной ребенок. Там всех надо кормить, со всеми что-то надо стирать. А она такая, знаешь, не самая прям такая, знаешь, мама такая из детской сказки. Такая, опять приперли. Вот ты что заболел? Это сопли. На тебе капли. Это уже не сопли, это кровь. Не, просто я и говорю, вот мама у вас такая, более жесткая такая. Вы человек такой очень впечатлительный, такой прям очень близко принимающий это все. То есть как вам удавалось при всей вот этой, что вы даже после матча вы педаль не выдерживали, уходили, вот это все, вот это огромное взять на себя и удовести. Я не знаю, но это было как-то само собой. У тебя другого варианта не было. То есть это сегодня, сегодня у нас там тренеры работают, у меня в школе любой, у них там администраторы, физиотерапевты, тренер, ты один. То есть я вставал утром, утренней тренировкой, пол восьмого в Манеже, пол восьмого. То есть мне надо было из дома выезжать в шесть. Я вот в этом, в первом троллейбусе в Волгограде, в февраль, где немцы не выдержали все со своей инфраструктурой, сдались. Ты думаешь, нет, я не немец, я не сдамся, да еду. Все-таки обледенелый вот этот первый троллейбус, ты в нем едешь. Причем вы понимаете, что все остальные в этом автобусе ваши воспитатели. Да. И в ночную, кто ехал на заводе. И мама с дурнем такая, я еще еду. И должна возить. Да. Вот, то есть ты едешь, у тебя утренняя тренировка, потом вечерняя тренировка, между утренней и вечерней тренировкой тебе нужно диспансер, билеты. Соответственно, меня каждый день вызывали в школу. Ну, понимаешь, спецкласс. Понятно, понятно, да-да-да. Просто каждый день ты вот это стоишь, они еще на тот момент жили в интернате, то есть меня каждый день в интернате, разбили стекло, сделали то-то, каждый день в школу. Я думаю, блин, господи, я ни разу директора в школе не был, когда сам учился. Тут просто каждый день. То есть у вас это было условно просто на автомате? Вы не задумывались на какое-то... Да, ты просто, то есть это уже, все, у тебя уже есть команда, у тебя есть ответственность, и ты с шести утра встал, и до ночи ты бесконечно в этих... То есть ты везде на выездах один, билеты один, диспансер один, никакие там тренеры по вратарям, или по... Ну, то есть ты просто один. И все. Хорошо, вот в какой момент вы поняли... То есть понятно, что вы уже, когда вы уже стали постарше, как вы с ними... Больше все-таки у вас был диалог построен? Как старший товарищ, или все-таки как такой, более такой... Нет, я был очень авторитарный. То есть я даже их избивал, я сейчас могу это сказать. Но смотри, я тебе расскажу историю, да. Ну, это понятно, сейчас можно, что пишет на эту тему много. Тогда я мог еще их избить. Вот. Пока им не исполнилось 12, я был сильнее. Давайте сразу же, потому что сейчас много на что-то, я думаю, избивал. Как избивал? Не ногами же, но... Не, ну лещей давал, там подсрачники, потому что... Ну, то есть ты приходишь в интернат, они сидят над учебниками, ты же еще учебу контролируешь, сидят, смотрят, как баран на белые ворота. Лещ ускорял процессы раз в пять. То есть вот так бы я пять часов бы сидел, а так час посидел и уехал. Рабочий день. Вот, да. Поэтому и... Были свои любимчики? Смотри, в чем фишка? В чем фишка? Потому что у нас был... Всю жизнь в Волгограде был интернат. На самом деле в советское время интернаты же были не везде. Там был Луганск, это был Ростов, это был Ставрополь, это был Волгоград, то есть это было вообще... И я прекрасно помню, когда там были, ну, нереальные таланты. То есть те со всей страны везут, а в интернат берут всего 15 человек. Я прекрасно помню выпуск 72-го года рождения, как бы это на год младше меня, когда они прямо с прощального звонка, с последнего звонка, все их прям уазики ждали, потому что они шапки снимали, они там как-то жили и так далее. Из 15 человек 72-го года рождения 10 сразу сели после выпускного. И я понимал, что если я не смогу контролировать их быт, они все уйдут туда же. Ну, понятно, что там был Рябых, я думаю, ты слышал про него, этой истории. Это когда... Представляешь, сборная 82-го года рождения. Кержаков, Анюков, братья Березуцкие, кто там был, Рогочий, помнишь, ну, как бы это, да? И Пискарев на тот момент, тренер сборной, говорил, у меня есть Рябых и все остальные, а все остальные, это Кержаков, Анюков, Березуцкий и так далее. То есть это был талант вообще, ну, я таких талантов, даже работая там на уровне, вот уже с Кварацхелями, Одегардами и так далее, это был талант не меньшего масштаба. А что именно, вот быстро вкратце, что именно ему... Ну, был звездой, соответственно, все легко давалось, когда он 18 лет, тогда первый был турнир «Надежда», это были самые талантливые дети России, он получил приз лучшего игрока, первого турнира «Надежда». Его купил киевский «Арсенал», его тренировал Вячеслав Грозный, с ним пересекался в «Спартаке». Не пересекался, но все танцы его помнят. Да, да, но это уже было в Грозном. Да, в Грозном танцовывал. И он тогда купил, они тогда купили Рябых из Олимпии, это был там 2001 год, за 400 тысяч евро. То есть это... Я даже не знаю, как назвать. Вам что-нибудь перепало? Да нет, конечно. В каком возрасте появился ваш сын Дима? Сколько вам было? Он родился в 2005 году, мне было 34 года, я очень поздно женился. То есть, и чуть-чуть перескакивая по тренерскому, именно опыт с этими детьми как-то повлиял на рождение сына? Да, сильно повлиял, очень сильно повлиял. Был очень сильный один момент, я его тоже никогда не рассказывал, но я расскажу. Я же пытался, ну, представляешь, я пытался контролировать вот каждый шаг, каждый шаг, шаг, шаг. И тут как бы колода, он уже играет в основном в составе Уралана, он уже такая большая звезда, там ему уже интересуются все клубы, а ему там 19 лет. А я продолжаю их контролировать, естественно, да. И он начал встречаться с девушкой, он тогда купил себе Мерседес, вот можешь себе представить девушку, максимально не гармонирующую с Мерседесом? Вот это была его первая девушка. Только стилейки, стилейки когда-то слезли. Да. И я, естественно, ему в лоб, по привычке стал говорить эти вещи, что типа, так, все, заканчивай вообще, какой там это, все прочее. И, а он уже был, ну, то есть в определенном статусе, он уже был игрок, он уже хорошо зарабатывал, у него уже был Мерседес, а у меня не было, вот, и близко, да. И он встал в такую позу, то есть вот он прям, и я прям почувствовал, прям был момент, когда я понял, что или мы сейчас смерть разругаемся, или я должен дать заднюю. Я помню прекрасно, я уже работал в дубле Уралана, многие из них были там, я прям всех собираю, и говорю, так, все, вам 19 лет, вы взрослый, теперь с этого дня одно правило, которое до сих пор работает. Если вам нужен мой совет, я всегда открыт, и всегда это. Если он не нужен, я вам клянусь, что я ни одного... Встречайтесь хоть как в том анекдоте, хоть с кем, что хотите, делайте. То есть просили, я ответил. В первое непрошенных советов, да? Да, все, и я понял, то есть это прям была история, и в чем проблема многих родителей, они это не могут понять. И даже там, когда людям 35 лет, и они лучшим бордиром чемпионата России, да, родители считают, что все-таки они лучше разбираются практически во всех вопросах, начиная от футбольных, естественно, заканчивая бытовыми, вот. И не могут отпустить, то есть надо уметь... Вот тогда я понял, что надо уметь отпускать, и когда у меня уже Димка был, то есть он рос в максимально свободной среде. Ну, не без ваших шуточек, потому что... Не, ну это само собой. Не, на самом деле, вот этот крутой скилл, который очень прям меня поражает, и до сих пор, вот эта ситуация именно как футболиста, вот сейчас вот этот момент, когда вы с Колодиным, да, понимаете, что... Или поругаетесь, и большинство бы, наверное, так пошли бы. Все бы пошли. Да, очень сложно. Своё эго, вы понимаете, что... Я, как он смеет так со мной разговаривать, да что... Я 7 лет его мама моя стирала, я сопли вытирал, он кто такой вообще. А вы просто раз и абстрагировались, это может... Вот даже историю прям мне сразу почему-то возникло с Загоевым, да, вот эти условия, потому что я понимаю, что в 99% случаев, да, вот ситуация с Загоевым, это была бы прям, ну, то есть рубка, или тренер, или игрок, игрок бы ушел бы в той ситуации, и вы потеряли бы ключевого игрока на тот момент, и вы сделали все по-умному, по-грамотному, и это огромный скилл, это у уверенного человека, мне это очень прям близко, потому что многие этого не понимают, что для них важнее его какое-то эго, какое-то, что затронули какое-то там, да, его, и это большая проблема. Нет, ну, эгоисты все люди, просто вопрос у кого, кто может этим хоть немного управлять, а кто совсем... Ну, вот про это я говорю, что Дима, вот у Димы, когда у вас был сейчас там эфир, да, в Ютубе, там, да, многие накинулись на вас, как вы там, как-как-как-как, а они... Абьюзер, так общается с сыном, они не знали, что это 5% от нашего обычного общения, что я сдерживался нечеловечески. Да, я и говорю о том, что на самом деле, да, у каждого свой формат, и то, что там, условно, вы заложили в Диме, там, Диму, когда я первый раз с ним познакомился, помните, да, когда он весил там 600 килограмм, и первая фраза, когда вы сказали, Артем, приходи на мой день рождения, я говорю, приду только с одним условием, могу я подкалывать Диму? Вы говорите, это обязательно. Да. И когда я... Это входит в обязательный программ. Да, и когда я увидел Димона, рэйпера, со своей свитой, это йоу-йоу, хип-хоперы, и я тут на него налетаю, и просто там и так, и сяк убиваю ему все друзья там в пакате, и он в пакате больше всех, тогда я подумал, что-то не то происходит. И только через какое-то время до меня дошло, что все, что сейчас я его демонстрирую, он это видит с пеленок, да, да. А что, покакал уже, что ли? И вот пошло вот это. То есть это очень круто, на самом деле. Ну, это важно еще от ребенка отталкиваться, потому что, то есть, ну, вот я и твоих же детей знаю, факт, что каждый ребенок будет такой, то есть ему заходило это общение, и поэтому он сейчас, а в своей среде, он такой король, что даже... Готовый к этому, ко всему. Да, да, да. Ну, то, что вот это судить, конечно, нас очень любит, и... Хорошо, как возникает у Ролана вообще? Как, что, чего вообще? Ну, это, я понимаю, это же, к моему, это же большой шаг вообще в карьере изначально. Ну, да, но на самом деле все было достаточно банально, то есть уже Олимпия себя изжила во всех вещах, потому что как бы это... И Олимпию тренировал... Ой, у Ролана тренировал Сергей Александрович Павлов. Он из Камышина, закончил Вагоградский институт физкультуры, мы занимались у одного и того же преподавателя, просто он старше, и просто как бы, соответственно, он все время с этим преподавателем общался, он говорит, ну вот, у меня есть тренер, посмотри, такой ты слудский, работал в Олимпии и так далее. Я приехал к Павлову, он сказал, давай, в Элисте своей школы не было, поэтому я еще там не лучших своих воспитанников, кого я мог, там, второе длино забрал из Олимпии, потому что их, когда я ушел, их всех выгнали оттуда. Вот, все лучшие, там, эти Колодина Адамова, там, там, Рябых и так далее, там, они все Ждановы, Черновы, они все остались, я забрал, там, пятую колонну, и с ними приехал в Уралан и стал работать в дубле. И мы сразу первый год заняли четвертое место, второй заняли второе место. О, ничего себе, это большое. Да, для Уралана или Ста в турнире дублеров занять второе место, это невиданное просто достижение. И вы становитесь главным тренером. Есть какие-то особенности вот в этом регионе, там, вот, ну, понятно, жара, там, все дела, как-то вообще, что, что? Ну, когда я стал главным тренером, Артем, я стал тогда, когда вылетела команда, в 2003 году при Игоре Михайловиче Шалимове Уралан вылетел в первую лигу. И меня назначили главным тренером в 2004 году. Ну, чтобы ты понимал, то есть назначили, там, условно, в декабре 2003-го, я уходил в июле 2004-го в футбольный клуб Москва, и все футболисты в команде, включая меня, получили ноль зарплат за этот промежуток времени. Ну, это же легенды слагались, когда мы в девятером играли с третьим вортарем в поле и племянником председателя правительства. То есть там прям вообще был просто бедлам. То есть, ну, то есть, когда вы с Рубиной вылетели в ФНЛ, то есть вам уже знакомая среда была. Я думал, как вы так спокойно это все восприняли? Да, это не то, что знакомая среда, мы там вообще были фавориты по сравнению с Воланом. Да, потому что там хоть в 11-11 играете. Да, там хоть даже лавка была. То есть, и через какое время вы вернулись в итоге? Куда? В Мерлигу с Ураланом или нет? Нет. Я поработал полгода в Уралане. То есть я, смотрите, сезон 2002-2003, два сезона я работал там в качестве тренера дублема, заняли 4-2 место. 2004 год меня назначили главным тренером, одновременно закончились деньги. Это был последний год существования Уралана как профессионального клуба. Летом, понимая, что уже все, я ушел в дубль в футбольном клубе Москва. Горлов, он знал хорошо Белоуса, сказал ему, что вот есть такой там молодой, талантливый тренер, хорошо работал в дублях. На тот момент дубль Москвы шел на последнем месте. Мы встретились с Белоусом. Естественно, ты знаешь, что если со мной встретишься... Белоус. Ты знаешь, что если со мной встретиться, то я как бы очаровывать умею, да, как бы, в общем... Рассказывали глазами, там убедили. Нет, там уже тогда я уже мог и языком хорошо трендеить. То есть трендеить красиво. Да, вот. То есть он меня взял на работу в дубле футбольного клуба Москва. Мы с последнего места в этом чемпионате поднялись на первое. Стали чемпионами. Серьезно? Сколько туров прошло? Я пришел после первого круга. Мы... То есть 15 туров. За 15 туров мы ликвидировали Гэдди Кап с последнего на первое место. А какая там, если не помните... Ну, там не помнил райц, но мы просто всех обыграли, и все. И стали первыми. Причем мы играли... Там кто-то был? Последний матч. Последний матч мы играли с ЦСКА, это был золотой матч. У них играл Самодин, Салугин, Трипутень, ну, там прям большая группа прям таких... Ну, тогда это для дубля были... Слушай, у меня Трипутень сразу без такой всякой в голове... Вот, я понимаю. Вот. Ну, то есть и мы выиграли 1-0 со стандарта за Билгол Карич. Ну, справедливости ради, мне там сильно помог в кавычках Петраков, потому что он на тот момент там 6 или 7 человек отчислил из основы, они все пришли в дубль. Когда я пришел туда, они были максимально немотивированы, как ты понимаешь, да? Там им вообще было все. И вот, опять же, я их смог убедить, что ребята, что даже дубль жизни заканчивается. А они все, ну, с основы отчислили. Понятно, там основа тоже была в зоне вылета, но тем не менее, да? И вот такой был костяк. То есть, например, в том дубле был Кирилл Набабкин, Александр Рязанцев, ну, я просто говорю там, Александр Сухов. Это футболисты, которые из дубля Москвы, ну, потом стали большими игроками. То есть, ты же знаешь тоже, из дубля не часто дорастают. Нет, давайте так в то время играть за дубль. Это вы играли, условно, вторые составы своих команд, условно, часто такое. Очень много спускали. С 80-ти тогда спускали неимоверно. То есть, прям такого очень сильного качества турнир. И я даже сам застал, что это было очень престижно победить в таком, потому что там всегда пропускает тот перебор карточек за дубль, там тайм играет как 60 минут. Ну, просто кто-то не попадает, кто-то восстанавливается, там по всякому. Да, да, да. То есть, там очень крутые составы, то есть, очень большого уровня. И реально, с последнего места занять первое, это же вообще просто топ. Да, ну, еще раз говорю, там, правда, были не только молодые игроки, но были опытные, но они были немотивированные. Просто моя глава, что я симотивирую. Объединить опыт с молодыми и это принесли. И в последнем туре прям был золотой матч. Ну, так получилось, что как раз ЦСКА, и ЦСКА мы от них отставали. То есть, вы всегда были так уже уверены, или вот такие победы приносят какую-то такую уверенность, что я могу дальше пойти? Вот вы думали, что хочу по тренерам? В чем очень большая разница между, на мой взгляд, футболистом и тренером? Тренер обязан сомневаться, а футболист обязан не сомневаться. Ну, то есть, потому что если тренер будет такой, да, типа, я лучший, да? То есть, как бы, сомнения рождают мысли, какие-то новые вещи, заставляют тебя двигаться, придумывать какие-то новые вещи. А для игрока это минус. То есть, вот почему, например, на мой взгляд, не все выдающиеся игроки становятся сильными тренером? Скорее, единицы выдающихся игроков. Хорошие игроки, да, но хороший игрок, это не обязательно прям такой сверхуверенный в себе. Потому что здесь обратно работает. То есть, когда ты сомневаешься, это значит, ты ищешь пути решения, значит, ты не стоишь на месте, значит, ты не костенеешь и так далее. Поэтому я... Ну, вот эти все победы, они, ну, как бы... Не влияли. Не влияли. Я по-прежнему бесконечно сомневался, старался развиваться, идти дальше и так далее. Плюс, ну, ты меня уже хорошо знаешь, я не тщеславен. То есть, у меня нет такого, боже мой, я чемпион России или что-то еще. То есть, ну... Хорошо. Был на вашем, вот в каком-то этапе, ну, кумир там, я не знаю, ориентир какой-то? Был тренер? Тренер, которым там вы были восхищены. Да, я расскажу тебе историю. Такие вещи я не знаю про вас, если честно. Ну, я думаю, что мало кто их знает. Ты задаешь вообще вопросы, которые мало кто задавали. Ты, наверное, не помнишь, значит, раньше не было же там ни журнала, ни интернета, ничего, но на стадионе «Динамо» был киоск с видеокассетами. И там продавались видеокассеты. Например, я никогда не забуду, когда лучшим... Знаешь, какой считался многие годы, сейчас я не знаю, но многие годы считался лучшим матч за всю историю чемпионатов мира. Это матч чемпионата мира 78-го года, когда голландцы обыграли бразильцев в полуфинале своим вот этим вот Ринусом Михелсом, вот этим прессингом, да? И, например, я много читал про этот матч, и, например, и вот когда я оказывался в Москве, в какой-то командировке, там опять какая-то жеребьевка, какой-то семинар, я летал в Москву, как бы это... И я всегда шел на стадион Динамо, там такой был киоск с видеокассетами. И я покупаю, значит, видеокассеты вот этого матча 78-го года, и там что-то написано Рига-Саки, там что-то подготовка, там, Милана. Потому что, ну, ладно. И, представляешь, это был, наверное, я тебе сейчас скажу точно, 96-й, 97-й год. Я увидел зонную подготовку, как они передвигались в зоне. Тогда все играли с Либера. Ну, в нашей стране просто все играли с Либера. Виктор Нобко не даст соврать. Да. И вот, например, вот эта кассета Рига-Саки, где я понял, то есть ты просто перестроил философию, ты не просто запомнил линии. И я даже помню, когда мы были на лицензировании про уже, первой лицензированной про, там, когда все тренеры собрались, и когда, например, у меня там был доклад, и я говорил про зонные принципы, там, ты сдвигаешься, и он говорит, он говорит, вы что бросаете левого полузащитника команды соперника, на мяч, там, например, на правом фланге. Ты говоришь, да. Не, ну а сьему мяч дойдет? Я говорю, ну мы перестроимся. И тренеры не понимали, как это с персоналки кого-то бросить и создавать там движение по мячу, да, то есть это уже было много лет, то есть, и вот он прям перевернул, то есть я понял, как это работает. А когда я поставил, приехал, собрал их всех и поставил матч 78-го года, как, ну, там у нас теории были, мы там три минуты могли по два часа смотреть, да, и когда я увидел этих пешеходов, я был так, это был в 78-м году безумно интенсивный матч, но больше я таких ошибок не делал. Реально это было невозможно смотреть? Это было невозможно смотреть. То есть в 90-м, в 96-м, в 97-м, да, нельзя было смотреть футбол с 78-го года. Просто нельзя. Как происходит, что вы становитесь главным тренером Москвы? Какой год, что еще? Ну, в 2004-м году я пришел, мы стали чемпионами, начался второй сюжет. То есть у вас уже родился сын? В 2005-м, да. Димка родился в марте, я стал, причем самое интересное, он родился, соответственно, 14-го марта, а я стал главным тренером Москвы 14-го июня. То есть там, ему было, даже еще месяцами считали дни рождения. Ну, и сейчас многие так это делают, что я не понимаю. 374 месяца? Ну, там сейчас еще только не делают. Сколько тебе месяцев, Артем? Хорошо, быстренько, вот перед тем, как стать в Москву, мне очень интересно, знаете, что вот быстренько, как произошло знакомство с вашей, вот тогда, вот будущей женой, вот как ее звали, что, чего, как это? Ее звали, зовут Ира. Это была любовь с первого взгляда? Ну, да, я ехал, я, кстати, ездил на тот момент очень часто, потому что Адам уже стал играть в основном составе Ростова. Я работал в Ураладе, я часто из Элисты ездил в Ростов на машине. И вот девушка голосовала, она трассе, соответственно, там попросила подвезти, она из Азова, да, как бы это Ростовская область. Ну, сейчас не то, о чем ты подумал, да, это не дальнобойщикам, которые подсаживались. Интердевочка? Да, Просто этот, я сдерживаю, я вообще, практически все, когда раз вы что-то даете, так, Артем, другая программа. поэтому я сам упряжу. То есть вы видите какую-то симпатичную девушку в Ураладе, вы думаете, почему не подвезти? Но она не испугалась, да, говорит, что не... Ну, не сразу. Я был на БМВ тогда, оттенял. А, Было такое, что вы прям, ну, вы кайфовали от того статуса, когда... Ну, это было там БМВ, там примерно, я не знаю, там, годы старше, чем твой папа. То есть вы ногами по пыльству перебирали ногами, садились вдвоем быстрее. Руль один был, да. И как вот, то есть... Ну, познакомились, завязалось общение, то есть я часто ездил в Ростов, она еще, Азов, но это по существу, ну, пригород Ростова. Ну, все, стали общаться. Закрутилось, завертелось. Сколько прошло времени, как вы вообще ухаживали? Вы вообще такой романтичный товарищ? Нет, я не романтичный, потому что, во-первых, ну, то есть есть такая поговорка, что тренер всегда женат на своей работе. То есть это правда так, то есть тренер очень многим жертвует своей жизни, и то, например, как я воспитывал Димку, не скажу, что это была продуманная глубокая история. Это просто я и не мог по-другому. То есть я мог... Просто нащупывали. Да, просто потому что у тебя времени ограниченное количество, и ты должен в это время что-то сделать. Вот, поэтому стали общаться, стали встречаться, и очень быстро у нас произошел период, и, то есть мы с ней познакомились в 2004 году, в 2005 году уже, родился сын. Она как-то пыталась, как-то, ну, зная вас как очень такого большого фанатика вообще своего дела, своей работы, была ли вот у вас ситуация, где она постоянно там, Лень там, ты постоянно в футболе? Ну, то есть... Она понимала уже четко, вы сразу... Самое основное ее было преимущество, что она очень четко понимала, ей абсолютно был неинтересен футбол, большой плюс, да, то есть она занималась семьей, ребенком, там, какими-то семейными обязанностями, то есть ты всегда приходил, когда домой, там, у тебя там три первых, восемь вторых, пять горячих и так далее, пошел вес лишний, вот, кстати, Ира, да, вот, ты виновата. Вот, ну, как-то это все было, еще раз говорю, ну, скажем так, семья не мешала моей работе, это было, наверное, основное условие. В Москве вы вместе жили все, да? Да, да. И сколько вы так прожили вместе? Ну, мы развелись с ней, получается, в 2017 году. О, то есть, прилично. Ну, официально развелись в 2017, наверное, где-то уже там, перестали там, быть семьей, в полноценном понимании это слово, наверное, где-то за год, да, это 2016. Ну, вам это тяжело? Это было где-то 12 лет. Для вас это было тяжело или вообще спокойно? Ну, еще раз говорю, потому что это был как раз момент, я уже, почему, ну, окончательно произошло, потому что я уже уехал в Англию, да, то есть, я уже там учил язык и все это прочее, то есть, это был этап уже после ЦСКА, и, ну, то есть, это не было какой-то, ну, вот неожиданностью, я не знаю. Хорошо. Вы сталкивались вот по своей вот карьере, да, с такими вот, с близкими людьми, когда вы говорили, что вы, например, меняетесь условно, Леонид Викторович, который приехал, Леонид Слуцкий, который приехал условно в Москву в дубль один человек, да, а уже там, уже с ЦСКА, когда уже там пошли трофеи и уже победы другой, вы замечали в себе что-то такое? Все люди меняются, это нормально. Это что, да, ну, то есть, попадалось вам, что вам кто-то говорил, там, мама или что-то? Мама каждый день, вот это вот 384-я просьба, там, я занят. Не, ну, я же тебе говорил, у тебя звездная болезнь. Это как здрасте до сих пор. То есть, это нормально, потому что у моих то же самое, родители, это прям, это что вы не сделали, все равно, ну, конечно, ну, конечно, звезда родилась. А кто тебя родил? Да, это вообще легендарно, да. Хорошо, вы становитесь тренером Москвы, а кто опять? Белоус вас? Белоус убирает Петракова, да, и понятно, что Москва на тот момент команды премьер-лиги, но невозможно было не заметить работу в дубле, поэтому он решил сделать ставку на меня, как на главного тренера, все, и когда убрал Петракова, подначил меня. Та бригада, которая вам помогала стать чемпионом в дубле, поднять что-то из ребят? Смотри, дело в том, что Сергей Викторович Шустиков, царство ему небесное, он как раз... Ваши близкий друг же, да, очень близкий друг, да, он, соответственно, когда я пришел в дубль Москвы, он заканчивал, и его так плавно сослали в дубль, заканчивать такой прощальный матч, все хорошо. И вот он как раз, когда я пришел, он 2004 год, он уже заканчивал, и плавно стал мне помогать в дубле футбольного клуба Москва. И когда я стал главным тренером, естественно, мы перешли вдвоем, и там остался там Александр Васильевич Полукаров, тот же Валерий Николаевич Шереметов, то есть тренер по вратарям, там еще один помощник, они остались те, которые всю жизнь там в торпеды, то есть они оставались там работать. Я пришел в шустом, как бы... То есть в общем... Но он, естественно, там легенда торпеды. У вас было какое-то волнение, когда Москву возглавили? Конечно. Я рассказывал несколько раз эту историю. Мы были на базе в Мячиково, да, база в Мячиково, чтобы ты понимал, это один туалет на этаже. Ну, то есть как бы, ну, не самая комфортабельная база в мире. Да, если еще ухват не сварение, там все мячик. Да, то вообще надо... А если у второго не сварение, ты уже в очереди, пока первого не сварение закончится. Вот. И первая игра была с Спартаком, то есть меня назначили, и у нас через пять дней матч с Спартаком, соответственно, на стадионе Стрельцова. Я не спал ни одной ночи перед этой игрой. Более того, когда третий... Я заехал на базу, я готовился вообще... Ну, то есть команда уезжала, приезжала, готовилась. Я знаю, это прекрасно. Я представляю, как это... Пять дней просто подготовка прям шла. Да, и когда... И когда после трех бессонных ночей я вот лежал и кемарил, у меня прям такой внутренний голос такой просыпался. Ты собрался спать, клоун? У тебя через два дня игра со Спартаком, тебе выпал такой шанс. Люди мечтают работать в премьер-лиге. Ты колхозник, волгоградский, и так далее. Ты спать собрался? Ну-ка, быстро встал, и я вставал, и заново. У меня это дедура уже просто стоял... Я уже мог его определить из космоса, как он выглядит. То есть настолько это прям... Да, это было вот так. Это был очень большой стресс, но потом, естественно, с годами он уменьшался. Уменьшался, но все равно, наверное, самый мой большой тренерский минус это то, что игровой стресс у меня все равно достаточно большой. И сейчас это видно в моем поведении. То есть это понятно. А как сыграли тот матч? 3-1 победа. Выигрывали 3-0. Выигрывали 3-0. И вот этот знаменитый гол Баркомонта, когда все падали. Помнишь? О, да-да-да. Это же вот в этой игре. Когда брак, когда все друг с другом сталкивались, падали, видишь там на карачках за ним полз. Все прочее. Вот этот матч. Мы вывели 3-0 у Спартака и там в концовке уже пропустили там на 78-й минуте и 3-1 выиграли. То есть вот для Баркомонта вы сейчас сказали, 3-1 это прям такой прям гора с плеч. Ну да. И там же, ну как бы, знаешь, ты же тоже много расталкивался. То есть там новый Маурини. Мне сразу дали кличку что-то типа там вот он не играл, я не играл, хотя у меня был сезон в профессиональной карьере, да, и я занимался футболом. Вот. Но, то есть новый Маурини, пошли вот эти все интервью, вот это все, все. Ну то есть как бы пошла такая, нас любят новых героев. Да, что вот появился кто-то откуда. То есть победа, состав тебя поверил, сплотились, там были футболисты, там примерно, ну, ровесники мои по возрасту. И все. И как бы работа в Москве, я считаю, сезон пятого года мы закончили на пятом месте, следующий год были шестые, и последний год моей работы, 2007 год, мы были четвертыми, играли в финале кубка. Это до сих пор самое высшее достижение за всю недолгую историю футбольного клуба Москва. Ты понимаешь, тогда в чемпионате России занимать такие места, это очень высокие достижения. Да, с таким высоким уровнем сопротивляемости и такими составами. В тот момент, вы всегда, у вас главный вообще принцип построения с футболистами, это вот такие человеческие, такие, да, как психолог больше. Через сознание, я бы это так назвал. Через сознание, да. Кто, вот, например, в Москве были те люди, ваша опора, те лидеры, те проводники, на которых вы больше всего опирались условно. Ну, смотри, там же было несколько тоже, ну, я три года отработал. В первом сезоне? В первом сезоне был Раду, Ребежа, мы с ним до сих пор очень хорошо общаемся, дружим, очень-очень. От опорника, если я не ошибаюсь, да? Да, опорника, оборонительного плана, то на тот момент был капитан команды. Да, я помню. Алексей Милешин, ну, Эктор Баркамонт, и тот же. Ну, там достаточно большая группа была игроков. Там еще, знаешь, это были те времена, когда встречались с тебе очень экстравагантные игроки. У нас был Дмитрий Гудунок такой, он когда просто в офис приходил подписывать контракт из Томска, все думали, что просто сторож зашел, потому что этот костюм Умбра 93-го года выпуска как бы смотрелся не очень в офисе футбольного клуба «Москва». И, например, он был тогда еще такой, ну, я не думаю, что он же не обидится, он что-то лет закончил, он был пьющий футболист. Тогда было много таких. И, например, он когда выпивал... Пьющий его выдало именно лицо или все-таки костюм? Нет, там выдавало все. От запаха до пошатывания. Вот. И, например, он две вещи очень любил. Он, первое, всегда звонил мне, напивался после игры, как всегда футболист, звонил мне с глубочайшим тактическим разбором после матча. Вот. И я тогда брал трубку, я был все-таки молодой тренер, как бы у нас небольшая разница в возрасте была. И второе, хотя я его умолял не приезжать на следующий день на базу, прям давал ему лишний выходной. Он приезжал на базу, опять ловил меня в этом состоянии, то есть вот эта сцена, когда пьяный футболист рассказывает главному тренеру о тактических деталях. Вот тогда я еще, ну, все-таки были такие моменты. Но это, правда, уникальный случай, уникальный пример. Кстати, Гудунок меня научил очень большим вещам. Скажу один очень интересный пример, я тоже никогда его не рассказывал. Значит, Гудунок напивается перед игрой, ну, такое часто раньше бывало и все прочее. Я говорю, ну, все, отстраняешься от команды. Это не то, что когда меня назначили, это там уже год прошел. Вот. Я говорю, там все, отстраняешься, играть не будешь и так далее. И ко мне все идут. Игроки? Твой любимый Сергей Богданович Семак, Раду Ребежа, Дмитрий Кириченко, Игорь Викторович, ну, как это так? А у нас 10 матчей мы не проигрываем, и у нас домашняя игра с Рубином. Викторович, ну, сейчас там в доктор его прокапать. Ну, тогда это не было чем-то вот таким запредельным. Залютным прям, да. Да. И я такой думаю, блин, ну, вроде. Ну, ладно, хорошо. То есть я принимаю решение поставить его. Мы проигрываем игру 0-5. То есть при том там вот все, что летело, все залетело. Сергей Викторович Коско в тот момент играл в той игре. Он в перерыве орал, меня заколдовали. Поменяйте меня, меня заколдовали. Говорю, так давай потом расколдуем, стой. Вот. И потом повторяется, то есть мы дальше там идем хорошо по сезону, все прочее. Он уже трезво играет в составе. То есть он важный был, ключевой игрок. И перед последней игрой мы играем с Сатурном дома. Последняя игра. И там решается, будем мы в пятерке или не будем мы в пятерке. История повторяется. Опять делегация. Я говорю, не-не-не, ребят. Я 0-5. И я ставлю Андрея Луканченкова. Это был его первый и последний матч в премьер-лиге. Это был дублер. Ну, в общем, сказать, что у него была паника, это, скажем так, три... Какой три? Это примерно там это раз в десять больше, чем у тебя перед пробитием пенальти с испанцами. Вот это. Это настолько было. То есть, вот, он вообще не видел своих, чужих. Сколько... То есть, это был рекорд установлен по маханию мимо мяча в течение одного матча. Там моментов у Сатурна было. Там у них нападающие могли за игру стать лучшими бордирами чемпионата за сезон. Живнов тащил все это. Мы выиграли 2-1 и заняли пятое место. То есть, ты должен очень часто поступать правильно. И тебе это каким-то образом компенсирует. То есть, там я поступил неправильно. И мы были абсолютные фавориты перед этой игрой и 0-5, да. А тут, ну, там просто... То есть, я вот, когда смотрел на лавку, я готов был на доктора поменять с удовольствием. Мне кажется, он был лучше отправился, чем Луканчилков. Лука молодец. Он как бы там, ну, все равно... Представляешь, там, там, 18 лет, первый матч из дубля. Ну, то есть, было очень тяжело. Ну, не справился с волнением. Такое бывает. Да-да-да. 2-1, ну, реально, такое же происходит. Да, в последнем туре. Дальше. Вы... Как вообще с Москвой получилось расставание? Вы сами шли, вас убрали? Нет. Редкий случай. Кстати, вот в моей длинной карьере практически всегда уходил я сам. У меня есть такое свойство характера, что если что-то внутри перегорает, я не могу. Тут меня убрали. Тут меня убрали, и как бы мне было обидно, потому что была очень сильная команда. Мы за три тура до конца претендовали на золотые даже медали. Вот. К сожалению, там проиграли лобовые матчи Спартаку. Помнишь матч, когда Барьенцы удалили, там вот это вот там ноги летали, да, и все прочее. И проиграли Зениту. 0-1 и 2-1 проиграли Спартаку. И, к сожалению, там была очень плотная группа, и в последнем туре обыграли Владивосток, но заняли четвертое место, набрав одинаковое количество очков с ЦСКА. Вот. И в финале Кубка проиграли Локомотиву, когда играли там в плюс 500 в Лужниках. Помнишь, О'Коннор забил этот гол, когда Сычев там пронес 70 минут. То есть мы проиграли уже там на 113-й минуте, 0-1. Для того, чтобы, понятно, мы не были фаворитами ни финала Кубка, ни уж тем более чемпионата, да, но руководство посчитало, что не очень хорошее... Отставка это была для вас шоком? Она была для меня не то, что шоком, она была очень плохо обставлена, да, то есть как бы я очень люблю фразу Сергея Николаевича Галицкого, я ему об этом говорил, что красивых расставаний не бывает. Я считаю, это правда. Я думаю, что ты в своей карьере можешь согласиться. Все равно кто-то на кого-то где-то подобидится. Но там было настолько некрасивое расставание, что оно... Вы могли бы рассказать это? Могу. Расскажите, раз уж. Мне интересно. История была следующая. Значит, после того, как мы проиграли вот эти две игры за тур до игры соответственно с Владивостоком, мы претендовали на третье место. То есть, если бы мы обыгрывали Владивосток, а ЦСКА не выигрывал бы в Казани, даже играл ничью, мы третий. Ну, то для Москвы это супер достижение. Это был самый успешный сезон Москвы. То есть, меня приглашает Белоус. На Новом Арбате есть такое пафосное заведение, ковше такое внизу. Пафосно, наверное, называется. Я не понял, как оно называется. Вот. Он с такого легкого этого. У него шампанское и все прочее. И мы только прилетели из Питера. Он мне говорит, ты уволен. Я говорю, ну, хорошо, вопросов нет. Я говорю, ну, я же провожу последнюю игру. Он говорит, нет. Я говорю, в смысле? То есть, ну, одна игра осталась в чемпионате. Контакт с командой сумасшедший. Ну, как всегда, во всех командах. Просто все это. Я говорю, ну, в смысле? Говорю, ну, дайте мне последнюю игру провести. Ну, уже, ну, тут уже что? Ну, то есть, мы обыграем. Скорее всего, мы были прям фавориты, мы выиграли. Это как раз год, когда Адамо стал лучшим бомбардированным чемпионатом России в 2007-й год. По 14 мячей с Павличенко они забили. Вот, я говорю, ну, то есть, ну, будем третьими, не будем, то есть, не знаю, ну, шанс-то есть, ну, дайте успешный сезон, финал Кубка, дайте доработать последнюю игру. Он такой, нет. Он вызвал группу игроков и сказал, что все, Слуцкий, как бы, ну, уволен, как бы это. Они ему то же самое говорят. Они говорят, ну, пусть он последний тур доработает. Игра там с лучей энергии, пусть доработает. Он говорит, ну, опять, нет, Прохоров, Егохров, все прочее. Он говорит, они такие, ну, пусть Прохоров тогда и играет последнюю игру. Мы не выйдем. То есть, это прям правда такая? Это правда история. Они мне потом сами рассказывали, вот, эту историю. И, то есть, он там что-то пытался, они говорят, мы не выйдем. Ну, то есть, вы не понимаете, мы просто не выйдем. Пусть тогда Прохоров играет 0-3. Вопросов нет, да. И, в общем, мне Белоус, не советуясь с Прохоровым, ни с кем, звонит, говорит, что, ну, я тут все-таки подумал, да, давай, как бы, ты все-таки эту игру сыграешь. А, типа, это его решение, да? Да, это его решение. Хотя, уже, естественно, они мне все позвонили 20 раз, все рассказали. Вот. И мы выигрываем игру у, соответственно, лучшей энергии, занимаем четвертое место, к сожалению, да. Ну, то есть, тогда еще Москва якобы была недовольна четвертым местом, да, хотя это было самое высокое. И всегда же, как бы, после игр был банкет, и получается, что... А кубок потом был, что ли, получается? Кубок был до этого. Это даже еще была, это даже еще была система весна-осень, то есть, этот матч был в декабре, а финал кубка мы проиграли в мае. Это один сезон просто был. И, соответственно, я, ну, уже знал, что и как за несколько дней, то есть, я там заказал прощальный банкет для всей команды, и я помню вот эту историю, а Беларус очень любил банкет, он очень красиво все это обставлял, там, приглашал кучу, там, пестов и так далее. Я помню, команда приезжает на банкет, находится там полчаса, вся команда встает и уезжает с банкета в другое место, да, то есть, как бы, мы там уже сидели, ну, реально, это уже был такой классический футбольный банкет по окончанию сезона. Ну, Беларус по-любому знал об этом, что так случилось. Конечно, ну, конечно, он об этом знал, и он там потом футболистам предъявлял претензии, что как это так, вы уехали, я тут столько там денег клуб потратил, мы там пригласили там кого-то выступать, что-то еще, ну. Вы очень много в футбольных уроках говорили, что вы там с Беларусом прям как шарочек-смашарочек, ну, такие прям дружбаны, прям дружбы. То есть, когда я вам это задавал вопрос, мне сказали, что не было никогда такого, да? Нет, ну, первый этап, то есть, я был ему благодарен, что он меня назначил, что как бы он там доверил. Но сейчас я понимаю, будучи уже, ну, таким состоящим человеком, в этой жизни все люди все делают только для себя. Даже если я решил кому-то, не знаю, подарить машину, это я не ему дарю, это мне будет приятно. То есть, все действия людей, они исходят от себя. И поэтому Белоусу было удобно поставить такого тренера. У нас был действительно очень хороший контакт, мы много общались на футбольные темы, была такая очень творческая атмосфера. Он же набрал всех вот этих Яровинских, Евменов, там вообще молодые ребята, которые работали в спортивном отделе. То есть, такая атмосфера была. И я вписывался вот в эту общую движуху и все прочее. Но, соответственно, это есть у всех руководителей. Я помню, это Гончаренко говорил в интервью, я еще так про себя отметил, что думаю, ни сега, Сергей Михайлович сказал такую вещь. На каком-то этапе ты бесконечно образовываешь руководителя. То есть, ты с чем больше с ним общаешься, ты говоришь, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это про футбол. Он, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Когда Прохоров меня первый раз вызвал, он мне говорит, ты знаешь, как я догадался о том, что ты существуешь, но не ты, как Леонид Слуцкий, а что кто-то существует. Он говорит, как? Он говорит, Белоус стал принципиально иному с ним говорить про футбол. И он говорит, я понял, что у него кто-то появился, кто ему рассказывает футбольные вещи, как бы, но он не знал, кто. Что-то своим словами было. Ну, смотри, но ты не можешь удивлять вечно. Это обратный эффект такого, когда ты кого-то очаровываешь, он ждет, что ты будешь ему каждый день рассказывать что-то новое. Это то же самое в личной жизни. Знаешь, когда зарождаются отношения, ты думаешь, ой, вот это классно, вот это, вот это. И ты думаешь, что всегда будет, а потом идет какой-то стоп, и уже просто идет жизнь, в которой ты живешь. Ты раньше была другая, да, Тал? Да. Ты был тоже другой. А вот это ты меня не перестала удивлять, да, ехарный бабай. Опять борщ, блядь. Вчера ты восхищался, что ты лучше. Теперь без лаврушки. Да, да, да. Вот, и на каком-то этапе, а он человек очень такой увлекающийся, эмоциональный, поэтому на каком-то этапе я перестал ему удивлять, он, условно, потерял интерес. И я скажу больше, что после сезона шестого года, когда мы заняли шестое место, он хотел меня снимать, и меня оставил лично Прохоров, потому что я был первый и последний тренер Москвы, который, ну, я общался с владельцем клуба, да, то есть не Петраков, не тренеры, которые были до. Белоус всегда ставил блок в этом общении. А тут Прохоров сам как бы пригласил. И поэтому Белоус меня реально хотел снять в шестом году, вот, у него не получилось. Меня вызвал Прохоров, мы с ним пообщались, он меня оставил, и просто то, что не реализовалось в шестом году, там, дореализовалось в седьмом году. Причем там была история, что, типа, Михаил Дмитриевич, ну, я-то, вы знаете, лидер по своей натуре, мы-то только первое место, а Слуцкий, смотрите, во всех интервью говорит, что мы там еще, первое место для нас очень тяжело, то есть у меня просто нет психологии победителей, его надо убирать. И поставили кого вместо меня, помнишь? Медрага Божевича? Олег Владимирович Блохин, у которого психологии победителей хоть лаптим ешь, потому что там человек сходил с восьмью коронами на голове, да, и действительно выдающийся футболист. Ну, Москва в том году чуть не вылетела. Не, ну, там же легенда слагает, как он включал свои игры, говорит, смотрите, как играет, и бракомонт ему говорит. Абориентус говорит, я, говорит, тогда еще не то, что не родился, я даже... Я слышал, да, бракомонт сказал, говорит, тренер, все, классно играете, говорит, но как это поможет нам, говорит, давайте... Да, завтра. Да, 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 говорит, я так не могу этот... Бегать уж точно. Да, да, может, тогда объясните, то есть это вообще была катастрофа. Вы остаетесь без команды, какие мыслишь? Очень быстро. Это вообще был лучший этап в моей жизни, потому что в день, когда меня уволили, мне поступило четыре предложения от команд российской премьеры. Лиги. Тогда это был Терек, тогда это был Луч Энергия, тогда это был... Ну, просто сейчас этих многих... Просто не Терек уже, Ахмат, да? Соответственно, это был Шинник и Крыльсоветов. Луч Энергия вы сразу сказали, да, спасибо огромное. Нет, на самом деле, я тогда встретился с губернатором, он на меня произвел колоссальное впечатление, а я же еще раз говорю, ты знаешь, я могу вот это вот в людей так думаешь, блин, как классно, как здорово. Он на меня произвел... То есть я вообще склонялся к Владивостоку. На встрече с Шинниками была уникальная встреча, там был... Все напились? Нет, там пришел руководитель клуба, я уже не помню, как его фамилия, с генеральным директором. И генеральный директор сказал первую фразу, он сказал такой, так, ну вы один у нас из многочисленных кандидатов на пост главного тренера, первая фраза, которую он сказал, говорю, а вы до этой секунды были одним из многочисленных кандидатов, кто меня звал, но сейчас вы вычеркнут из этого списка, развернулся и ушел. А этот президент еще там несколько недель звонил. Ну то есть как бы это к вопросу, знаешь, вот как... Вот ты футболист, ты поймешь, вот например, как мы всегда приглашаем игрока. Мы всегда, когда приглашаем игрока, создаем такую ситуацию, что вот если ты к нам не придешь, мы прямо сейчас все умрем. Да. Вот просто все умрем. Вот прям, вот просто вся семья моя, вот вижу, гробы куплены, места на кладбище. То есть ты должен создать ситуацию, что ты самый важный, что ты... Так это работает, да. Ты можешь через две недели найти другого центрального защитника, да, и извиниться здесь, и взять того, и тому создаешь... Но в момент встречи ты не можешь говорить, слушай, Артем, ну ты вот один из десяти футболистов, которых мы... Удиви меня. Как бы это... Жангел, ты видишь, скорпиона бьешь, а Робон и ударишь? Да. Нет? Нет? Ну тогда ладно. Нет, это вообще... Мы переходим к следующему. Поэтому это очень важная психологическая история, что ты должен все время, если ты с человеком встречаешься, обязательно... Почему вот опять же... Ну я вас понимаю очень хорошо, у меня недавно такой же примерно разговор с Талалаевым был, когда тоже там началось... Ау! Я вообще даже... Я думал, что я разговариваю с Гвардиолой, я думал, там шестикратный, а потом говорю, да нет, Талалаев вроде. То есть, ну подождите, вы... Почему от Павла? То есть я понимаю, Терек нет, Шинник сразу сами обозначили себя. Я выбирал между Владивостоком и Крыльями, но в Крыльях был очень на тот момент интересный проект, заходили туда Ростехи, вот, то есть, и реально мы же там в первый год мы попали сразу в Еврокубки, мы заняли пятое место, а я пришел в команду, которая... У них же одно очко было от зоны вылета, то есть они еле-еле не вылетели, да, и тут же, в первый же сезон сразу попадание в Еврокубки. Но вы пришли, уже были Кольдер? Нет, это шестой. Я полностью собирал команду. Ты что же говорю? Я пришел, когда в команду, у нас была команда, где, когда мы... Ну, знаешь, когда команда возвращается из отпуска, ты смотришь вес, у нас как бы от 6 до 12 килограмм лишнего веса было. Я просто... Я первый раз в жизни, ну, то есть как бы... Самый худой был среди... Я, который весил 120 на тот момент. То есть как бы... Ну, то есть это была реально, ну, мало такая... Ну, то есть команда, и, в принципе, мы с той командой, мы полностью с Германа Ткаченко, он зашел туда менеджером, мы полностью за межсезонье пересобрали всю команду. Слушайте, ну... Всю команду пересобрали. Ну, вы же там... Еще вот одна... Вот я тоже до знакомства с вами, да, в сборной, всегда вот было... К чему я это веду сейчас? Когда вы увидели сборище, всегда говорили... Было такое мнение у всех футбичей, что слуцкий... Ну, и вообще в общественности, да, слуцкий мямлик, тюфе, слово не скажет, там вообще такой весь размазня, ля-ля-ля-ля-ля-ля. И тут, когда его встречаешь в вас, и когда, особенно у меня наши общезнакомые, не, ну, когда Викторович говорит, ругается матом, там, это вообще... То есть... Я когда не слышу мата, я такой говорю, это Леонид Викторович или нет? Там слово... Нет, на самом деле, я очень требовательный тренер. Вот, то есть я, наверное... Когда вы увидели вот это сборище... Один из самых требовательных тренеров, ну, то есть мог бы... То есть я просто всех подчислял. Ну, просто мы отчислили почти всю команду. Я представляю. Еще, наверное, с такими легкими унижениями, наверное, было. Ну, не легкими, да. Не, ну, на самом деле, это не является ни плюсом, ни минусом. То есть, как бы, я реально в работе очень требовательный, но в жизни, то есть, как бы... То есть те люди, которые могут сочетать и понимать, что здесь человек требовательный, а здесь можно и пошутить, и посмеяться, и как-то прикольно провести время, это получается идеальный симбиоз. Поэтому чем выше уровень футболиста, с кем я работал, чем у них четкое понимание того, что это несочетаемые вещи, тем мне было легче. Чем уровень сознания футболиста был ниже, тем мне было сложнее, потому что они не могли видеть через секунду этих переключений. Они просто не видели этого переключения. То есть для них секунду назад было так, а сейчас я уже там ору на него матом последними словами, потому что он что-то делает не так, и он просто не понимал. У него раздваялась вся эта история. То есть условно, это всегда правда истинная, что чем больше... Чем класснее футболист, тем с ним проще работать, потому что он быстрее, как вы говорили, одному там три раза показал, он усвоил, другому пять раз, другому семь, а последнего он вообще не победит никогда. Хороший футболист, это все равно определяет определенный уровень и сознания, и понимания, и так далее. Хорошему футболисту ты любую даже жесткую вещь можешь спокойно донести через шутку. Ты был этому свидетелем миллион раз. Когда ты говоришь шутку, все думают, ни хера себе, он же заложил в этом реальную претензию. И умный понимает, к чему я это вел, а глупому надо реально сажать и просто тыкать носом вот это, вот это, вот это, вот это. А здесь гораздо легче. Многие вопросы... Потому что еще, как вы правильно говорите, все футболисты, спортсмены такие эгоистичные, неадекватные в оценке самого себя, да, и условно, ну я-то в порядке, да, и вот это тыкнуть, и это прям... Вот это, знаешь, знаменитая классическая история, когда к тебе приходит игрок какой-нибудь там, ну, нападающий, ладно, с тобой сидит, и говорит, Викторович, ну что, мы кого-то покупать-то будем или этой командой будем играть? Говорит, да, сейчас двух нападающих купим. То есть, он почему-то думает, что надо купить всех остальных, кроме него. И ты говоришь, ну да, двух нападающих. Больше ни разу такого вопроса не задавал. У кого-то будем покупать, что или нет? Есть, есть такое, да. Защиту там надо подтянуть. Да. Нет, это есть такое. То есть, вы приходите, понимаете, что, ну реально там, вы понимаете, почему такой результат, да, условно. Вы согласны с тем, что, условно, вот там, да, возьмем просто там Самара, там, я не знаю, там, Москва, и там ЦСКА, когда вы работали, да, что, в принципе, понятно, что чуть посильнее здесь футболисты, но в целом, и там, и там добротные футболисты, просто есть какие-то маленькие нюансы. Нет, ну ЦСКА, это было уже, психология была другая. Хотя, и я, например, когда в Крылья, когда брал Ерошика, Коллера, я понимал, что вот оттуда вот не вытащит тебя только Калачев при всей к нему любви, да, или Олег Иванов. Ну это молодые футболисты, да, которые были, или Антон Бобер, должны личности потащить туда. И, собственно говоря, они это и делали. Вот вы сейчас сказали личности. Почему вот вы очень хорошо вот это излагаете? Объясните, вот очень большинство говорят, вот там тренер, там боится, там того или иного футболиста не справляется. Ну есть такое. Почему, особенно, ну это, наверное, везде, потому что мы в России живем, в России, почему в большинстве в своем случае боятся больших футболистов, футболистов с своим мнением, таких, ну сами, вы понимаете, о чем я говорю? Сложно управлять. Ну как, вот представь, управлять тобой и управлять каким-то молодым игроком, который еще глаза разул, о, лампочка, ну то есть, как бы, ну им легче управлять, две лампочки показал, уже мотивация сумасшедшая, и тобой попробуй управлять. Нет, вот это ты знаешь, тут ты можешь сравнить, это ты видел, тут ты понимаешь, тут ты требователен. Ну это очень тяжело, это большая работа. И это может делать только человек, который не боится, причем не боится чему-то научиться, не боится признать, что неправ, не боится того, что его методики не будут эффективными. Ну то есть, как бы, и, ну у меня нет такого абсолютно страха, потому что у меня, еще раз говорю, все равно, я много раз говорил, что я тренера считаю высококвалифицированным обслуживающим персоналом. Вы делаете дело. Сколько процентов условно на футбольном поле ты принимаешь решений согласно собственному пониманию игры и согласно тренерскому установку? Ну, просто вот, прими и веди, с любым тренером. Примерно. Процент. Давайте так, 70 на 30 в пользу. В твою пользу. В пользу мою. Ну так вот, так это же говорит о том, что если, то есть, я сейчас буду тут сидеть такой великий, что без тренера вообще ничего, и понимаю, что 70 процентов решений ты принимаешь независимо от того, какую установку дал тебе я, Галактионов, Вилаш Бош, Черчесов, неважно кто, да, ну и зачем тогда из себя корчить непонятно что? Почему это большинство не понимает? Потому что эго. Еще раз говорю, эго не все, то есть, я считаю, что с эго могут справиться все-таки люди с определенным уровнем сознания. Я не буду скрывать, я себя считаю достаточно умным человеком. Да, то есть, есть масса других недостатков, но в этом плане, и я четко просто понимаю, как это работает, и у тебя четкое, у меня всегда было четкое понимание, когда условно ты выше команды, или команда выше тебя, да? Ну, я имею в виду, даже в плане статуса, понимания, возраста, заслуг, и ты тоже, ты не можешь общаться с Игорем Акинфеевым, так же как, я не знаю, как с Султмуратом Бакаевым. Я говорю, СССР, Рубин, вот такой, да, где команда в Улстуге, по большому счету, где вытянули за командой, да, условно, до какого-то периода, и в Рубин стали, и вас это признали, Это не зазорно, это признавать, это же факт, они все выиграли, у них там куча трофеев, и ты пришел, там, четвертое место, финал Кубка России, на Ниссан Тиане приехал. Ну, просто ты тут на себя больше берешь функций, и, кстати, даже в ЦСКА я даже мог переживать больше, потому что я понимал, что если там где-то я переживаю, это на них не сказывается, а в Рубине, когда они на тебя все смотрят, думаешь, так, сейчас еще тут тебя затрясет, а вот тут вот эти еще, то есть ты даже для себя перестраиваешься по-другому абсолютно. И вы правильно сказали, что мы говорим о том, что 70 на 30, не из-за того, что там кто-то футболист, просто ты выполняешь базовые свои какие-то обязанности, перестроение, но ни один тренер мира тебе, даже, я помню, Михаил Лаудруб, который там величина футбольная, он говорит, ребят, я могу там объяснить, как довести до туда, но там в штрафную условно, да, вы принимаете решение, да, то есть, он чудак. Поэтому и ценятся игроки, которые могут эти решения нестандартно принимать. О чем речь, поэтому... И поэтому игроки, всегда есть куча игроков, которые зарабатывают и ценятся выше тренеров. Меня вот это всегда и поражало вас, когда мы говорили, что вот этот обслуживающий персонал, это... Высокый очень. Высокый. О чем и говорит, что многие тренеры пытаются ставить себя выше команды, типа, кто там, что там, и это на самом деле такой глупый баланс, когда люди в одной команде мерятся там непозятно с чем, правильно? Это ни к чему хорошему не приведет. Самая сложность большая в работе любого тренера, сейчас все специалисты, которые сейчас смотрят мое интервью, подтвердят, это внутренняя проблема. То есть вот когда ты против кого-то играешь, понятно, что там твой соперник, там тебе не будет никто поддаваться, там как бы против тебя готовы тебя убить, да, ну там косвенно. Да-да-да. Самая большая проблема это внутренние интриги, когда кто-то тебя подсиживает, кто-то тобой недоволен, создается тяжелый... И я, например, в них плох, да, то есть вот я, например, вот, ну, это даже ты видишь в личной жизни, то есть я себя окружаю людьми, которые, ну, очень приятны, да, то есть вот если у меня какой-то дискомфорт, я в нем тяжело. Ну, конечно, вы любите, что в лоб сказали сразу, там лучше там претензию. Нет, даже не претензию, то есть мне хочется, чтобы вот мы, если мы работаем все на общий результат, чтобы не было, о, там кто-то еще про кого-то сказал, это что-то, какие-то интриги плелись, я в этом плох. Я прям вот это вообще не мой скилл. Например, в Москве было очень тяжело, потому что уже шло противостояние с Белоусом, там, ты понимаешь, что тебя хочет убрать руководитель, ты работаешь с командой, то есть, ну, такая как бы. А в Самаре такой чистый лист, как бы надо отдать должное Герману Ткаченко. Я видел, как он уговаривал игроков, и поэтому потом, когда Жирков уезжал из Челси в Анжи за танк или пулемет, я не знаю, я не удивлялся, потому что Герман Ткаченко умеет убеждать. То есть я вот когда сидел, подумал, ну, что в этого точно не убедим. Все, я уезжал с переговоров, утром меня звонит, он говорит, подписал контракт. То есть она на моменту, на моменту, то есть я понимал, что вот ноль шаг, ноль. Я там все, поехал домой спать. Это же ты, когда формируешь команду, ты же там с утра до ночи во всех этих переговорах участвуешь, увлечен и так далее. Он мне звонит утром, говорит, он подписал контракт. Причем, на самом деле, вы правильно говорите, там таких калачев даже, это большие футболисты. Нет, и у нас была очень хорошая команда, такой сплав иностранцев. А можете рассказать эту историю про вот этот эпизод, который мне очень нравится? Я думаю, Тихонов не обидится про вот этот просто, как это вообще происходит? это очень интересно. Про штрафной. Расскажите вот эту историю. Потому что вы мне недавно ее рассказали, но она реально классная. Ну, на самом деле, ну, мы же только что говорили о том, что чем больше футболист, тем больше у него эго. У меня есть один близкий друг, очень сильный футболист, лучший бомбардировщик в России, у него эго просто больше, чем какой-нибудь небоскреб. Вот, поэтому я знаю это. Познакомитесь с этим, с этим очаровашкой? Ну, так себе. Если честно, да, я бы не советовал тебе. Ты-то приятный парень. История следующая, что Андрей Тихонов, большой футболист, неважно уже в каком возрасте, ему на тот момент, получается, если я работаю 2008 год, 53 ему, наверное, уже когда-то. Нет, он с 70-го года рождения. То есть, ему было 38 лет, а он еще, он еще бегал больше всех, у него там МПК зашкаливал, то есть, ну, реально вообще нет вопросов как к спортсмену. Но эго, конечно, то есть, такими игроками все равно тяжело. И я помню, мы играем с Динамо, игру на Динамо, горим 0-2, потом он забивает гол со штрафного, счет становится 2-1. И я его меняю, концовку встречи, я его меняю, он сидит на лавке рядом со мной, и мы получаем еще право на один штрафной удар. И он в пылу эмоций, он даже, может, не помнит Андрея Валерьевича, если не помнишь, но как бы неважно. Он в пылу эмоций на лавке, я-то слышу, он сидит, думает, вот такой штрафной, а меня нет на поле. И вот, сука. И подходит Будыла и забивает 2-2. И я прям туда смотрю, думаю, и ест. Ну, то есть, как бы это на самом деле показывает, насколько все равно, потому что это командный вид спорта, насколько индивидуальный, вот самая сложная, большая в футболе, надо сочетать индивидуальное и командное. И вот ты здесь, ну, вот все время вот в этот, ищешь этот бесконечный баланс. Не, ну, это еще говорит о вас, то, что вы там, вы понимаете, что вот скотина там бубнит, 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 и тут бац, гол, и вы там, типа, ну, че ты, че ты? И тут же, опять же, все прекрасно. Да, да, да. То есть, это никак не влияет. Мне всегда это поражало вот у вас, что как бы что ни происходило, это никак не влияло там, условно, там, вы где-то пересеклись. Я помню, там, сколько там залетов было у футболистов, там, история, там, где-то там подвыпил, там, этот вы поймали, оштрафовали, как ни в чем не бывало, да? Многие же, ладно, тебя, знаете, оштрафовали, ты хребт, вот это, всю неделю, вот это, там, ловит там. Я это давно поймал, эту историю, то есть, я всегда, то есть, я тоже поначалу там, да как ты смеешь опаздывать на тренировке и так далее, а тут чудак залетает на тренировку на 10 минут позже, ты его встречаешь вот с такой лобом, Виктор, читаем пробки. Долларс, присоединяйся в общую группу, Милош. Все, и тебе не надо, говорит, да ты такая тварь, мы готовимся, у нас такая важная игра, и ты всю тренировку ему бомбнишь, он говорит, да как он уже задолбал. А тут, да, успокоюсь. Десяточка, и все хорошо. Профессионально, грамотно, водно. И дальше все, ты за свою ошибку заплатил, в прямом смысле этого слова, почему я должен тебя вспоминать, идет дальше тренировка, ты в общей группе, все, мы работаем, мы готовимся. И там касается всего. Это очень круто, на самом деле, вот такие вещи, это прям... Это круто до момента, когда футболист не платит этот штраф. И начинается, а может быть, простите. Хотя бы половину там. Клуб уже ушла, докладно. Да, да, но в любом случае, это особое удовольствие, генеральным директором профессионального форума Классика Бабаева Романовича. Докладная. Довожу до вашего свидания, что Батис Милоскрасич опоздал на тренировку. Прошу принять меры в соответствии с протоколом. Это вы все пишете? Я пишу в клуб, и они... Обалдеть. Это реально прям так пишут? Конечно. Как стукачела, блядь. Естественно, стукачела, еще то. А как вы себя все-таки больше оцениваете как тренер тактики или как тренер-психолог все-таки? Смотри, знаю, что тебе будет особо приятно, когда Сергей Богданович Семак появился в качестве игрока в футбольном клубе «Москва». Я подошел к нему и говорю, Сэм, тогда он еще был Сэм, сейчас Сергей Богданович, вот, что, слушай, вот ты работал со многими тренерами, скажи, пожалуйста, вот какие-то качества у тренеров являются ключевыми для достижения результата. Он так задумался, он все-таки очень такой умный, грамотный человек системный, он говорит, слушай, говорит, знаешь, у одного тренера смотришь, у него и это, и это, и это, и это, а ни хрена не получается. А другой прет на каком-то одном своем качестве, и вот как бы всю жизнь на этом качестве, да, там как бы, хотя вроде ничего такого нет. И я понял, что ты не можешь быть во всем, ты не можешь быть и функционально великолепно готовить, да, и психологом быть, и тактиком быть, и я не знаю, блин, там, не знаю, орать на них, как, не знаю, то есть ты не можешь совместить несовместимое. И на каком-то этапе, я понял, что надо выбирать китов, ну, за счет чего-то, на чем будут держаться. Поэтому, в принципе, тактика и личностные отношения это два моих кита. И когда-то просто, ну, какой-то, чуть один, в каких-то обстоятельствах, знаешь, тактика бывает важнее. Вытаскивает условно. В какой-то момент чуть важнее бывает это. То есть вот эти два кита, на которых, собственно говоря, я делаю ставку на протяжении всей своей работы. Все остальное, физподготовка, есть тренер по физподготовке, да, там аналитика, есть там тренер по... Ну, то есть как бы ты уже распределяешь. Раньше такого не было, тренер по физподготовке. Раньше вот я помню... Ну, не было, но все равно. Помощники были там. Ну, были помощники, там кто-то проводил разминку, даже помощник проводил, пусть не тренер по физподготовке. Но все равно, то есть ты понимаешь, что ты вот, вот у тебя два кита, и как бы вот в этом плане, то есть вот, я не знаю, помню, что это в сборной или нет, мне ни в одной команде не мог задать мне вопрос ни один футболист, вопрос по тактике, который бы поставил меня в тупик. Я мог сказать именно по своим принципам, каждому игроку, знаешь, часто говорят тренер, ну, как видишь, вот, ну, прими сам решение, да, никогда такого у меня нет, то есть в каждой ситуации, каждому игроку в каждый момент, я могу сказать, надо вот так, так, то есть как бы это невозможно, то есть просто это два кита, но в них уже ты должен быть... Любимая фраза вашего как раз-таки Сергея Богдановича, ну, как видите, как игра подскажет, это любимый ответ его был. Ну, он доверял футболистам чуть больше, чем я. Хорошо, это очень хорошо. А вы согласны, что бытует мнение, что чем моложе тренер, да, чем менее опытен, он часто очень перебарщивает с нагрузками. Есть же такое, да? Конечно. То есть вы все-таки склонны, как я часто слышал, что лучше не дотренировать? Сейчас уже, да. То есть вы сами на своем собственном опыте помните, да, чемпионат Европы там условно, да? Чемпионат Европы это уже была вишенка, а так до этого, то есть сколько у меня тренировались олимпийцы, там, ну, такой объем не был ни в одной профессиональной команде, как я и гонял, когда я был молодой тренер. Ты все время видишь недостаток, и тебе все время кажется, надо еще вот над этим поработать, над этим. Понимаешь, как большая перемена? Сейчас еще над культуркой поработаем. Как вот, бедного достал, тут уже вешался. Вот. И ты все время думаешь, что, блин, еще вот чуть-чуть, еще вот чуть-чуть, еще вот чуть-чуть. И получается, что ты даешь такой большой объем и такую интенсивность, что ты потом три дня, то что болельцы у тебя просто ходить не могут. И как в знаменитом сценке Comedy Club, да нет, лучше переиграть, чем не доиграть. Понимаешь, Мартирасян говорил, Харламов и Батрудину. Так вот, я сейчас твердо уверен, что лучше недотренировать, чем перетренировать. Вот. А когда ты молодой, тебе кажется, что ты сейчас за счет работы, за счет всего, все-все-все компенсируешь. Все делаешь, все доберешь, все получится. И, как правило, возникает прямо противоположный эффект. А в какой момент стало вот, не то, что майнстрипом, то, что очень многие команды стали набирать, вот, например, Луческо, да, у него вообще вся подготовка, причем он систематически очень такой, прям, серьезный специалист, именно по тактике, да, вот он набирает все сборы, у него просто игры, 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 игры. Это правда, что ты в основном набираешь форму на сборах через игры? Зачастую? Смотри. Есть какая-то базовая бега, условно, да, ну, раньше вообще носились там, условно, в СССР, просто люди там обливали, падали, там, ползли, при Лобановском особенно там, все легенды слагают. Есть много специалистов, но сейчас уже уходят вот эти бега. Это же правда? Ну, в Германии нет. Ну, Феликс Магат вообще не даст оврани. Ну, и там все, там все-все-все-все. То есть до сих пор это у немцев? Вот же Ковач, который тренировал голову в Монако, да, сколько они бегали, ну, он все-таки, хоть он там, да, и не немец, но всю жизнь там провел, играл. Ну, да, с немецким интеллектом, скажем так. Да, точно уже, то есть там просто был ужас какой-то. Значит, смотри, все очень просто. Отвечаю тебе на твой вопрос просто логическими цепочками, да. Мы к чему готовим игрока? Вот, ну, в недельном цикле. К чему? К игре. К игре. Значит, что вообще является лучшей тренировкой? Ну, как бы лучшей, самой моделирующей игру? Что? Ну, сама игра. Ну, ну, ну. Да. К чему сегодня пришли большая часть мировых тренеров? Они бесконечно моделируют игру. То есть вот сейчас, сейчас тренировочный процесс у ведущих тренеров мира на две команды, и ты блоками отрабатываешь прессинг, переходы, позиционную атаку, быструю атаку. Все, что угодно. То есть ты бесконечно моделируешь, моделируешь, моделируешь игру. Если вдруг у тебя не так много идей, чтобы моделировать игру, или как бы ты считаешь, что моделирование, ну, немного скучноватый процесс, потому что там все-таки повторения, паузы и так далее, то лучше всего смоделировать саму игру может сама игра. Если это сборы, тем более длинные сборы, сама игра, ты в ней и учишься, и отрабатываешь кучу вещей, и есть для тактики многие вещи, которые можно рассматривать. Видишь, где проседаешь. Видишь, где проседаешь, и можешь оценить состояние и так далее. Поэтому просто по логике многие тренеры приходят к этому. И просто на самом деле сейчас есть такие две основные нарт-тенденции. Это или бесконечное моделирование игровых действий в ходе тренировочного процесса, или в силу массы обстоятельств, может быть, у тебя нет таких принципов, не до конца выстроено, или ты чувствуешь, что команда устала. Ты просто играешь. Вот и все. То есть это просто такое логическое завершение. Причем играли в самом тренировочном процессе, в недельном цикле. Футбол. Раз в неделю, если и был, для нас это была какая-то манна небесная. То есть вот именно вот так. Вот он вот так считал. Да, да, да. Это было такое прям испытание для нас, но причем большинство нас очень любило его. Хорошо, вы вот в Самаре, как в ЦСКА вообще возникал вариант? Я не знаю, надо спрашивать надо у Евгения Ленорыча, как возник вариант. Ну, вы туда, вам позвонил кто? Бабаев? Нет, мне позвонил Гиннер. Ну, то есть как бы... А, прямой прям. Ну, смотри, я ушел, потому что первый сезон был фееричный в Самаре, а в втором история у Ролана повторилась. Просто ноль рублей, ноль копеек. Все, сказка закончилась. Вот, я в октябре ухожу оттуда. Мы, кстати, мы обыграли Нальчик, и когда я понял, что мы даже теоретически не можем вылететь, при том, что я уходил в октябре, с января команда не видела ни одной зарплаты. То есть ноль зарплат за 9 месяцев. Все думали, так, ну, зациклились. Мы в Уралане, только на уровне премьер-лиги. Вот, и я понял, что, ну, просто невозможно уже. То есть ты сохранил команду, ты сделал так, что никто не ушел в летнее окно, потому что все хотели, естественно, уходить. Ну, все. Ну, то есть без денег ты... То есть как бы из деньга... Деньги не гарантия победы, но отсутствие денег гарантия вообще безысходности. Ну, ни один человек в мире не будет работать бесплатно годами или даже месяцами. Вот. То есть я ушел из... Крыльев? Из Крыльев. Ну, и, соответственно, после этого, когда там убирали Рамоса, мне позвонил Гиннер и предложил возглавиться. Вы сразу же или сомневались? Да не, ну какие сомнения, может быть? Я на тот момент, то есть как бы без работы нахожусь. Да, там возникали варианты, я не буду скрывать, но я так устал, что никого не хотел до конца сезона принимать, потому что я ушел в октябре, ну, конец сентября, начало октября, и через три недели я уже был с ЦСКА. Как вообще? Волновались, наверное, дико, зная вас? Ну, первая игра... Ну, это же знаменитая история, когда меня Алекс Сергеев не узнал. Расскажите. Пяти рассказывали? Нет. Ну, смотри, они играют... Вот как раз это же был третий, четвертый тур Премьер-лиги чемпионов, когда команды играют друг с другом, то есть это двойной матч. То есть, соответственно, они играют, обыгрывают ЦСКА Манчестер и Юнайтед в Москве, вот в этой, в третьей игре, там Хуан де Рамос, которого он прекрасно знает, тут в четвертой игре он не следил за новостями ЦСКА, приезжают... Ну, то есть он даже не знал, что не Хуан де Рамос. А приезжает Хулио. Да, да, непонятно кто. Вот, и... То есть я перед игрой, там, стою на броске, трансмик, он раз мимо меня прошел, два. Я там, Алекс, это я ваш коллега, мы сейчас играть будем. То есть, и он входит, и вот этот... Вы же английский тогда же не знали. Я не знал английский. Это я сейчас утрирую. То есть он просто ходит мимо меня, мне хочется как-то ему сказать, что давайте поздороваемся, ну, обычно же коллеги там как-то здороваются. А он, я прямо просто... Ну, я в душе не... Вообще, кто ты? Вот обиды уже по его глазам. Воды привезли, вон там, вон там. Причем самое главное, что это потом имело последствия. Потому что потом, когда уже, там, мы несколько раз играли, пересекались, потом, когда я, там, работал в Англии, много раз там приезжал на Улд Траффорд, мы прямо уже прекрасно общались, все, он, кстати, вот такой дядька, с чувством юмора, великолепно и так далее. И каждый раз, когда он этого... Я говорю, так, ты точно узнал, кто я? Он такой, да ты задолбал уже. То есть он это помнит? Он помнит, нет, он не помнит, я ему рассказал. Зачем помнить, когда есть свидетель, который уже говорит на английском? Идеально. Вы ради этого и выучили английский. Был бы этот постер этого Фергюса. Да, и я ему просто рассказал эту историю, когда там, как бы, мы же там играли с Манчестером, всегда вот этот был там обед, есть официальный, все. Мы тут, по-моему, 3-3, это же легендарный. Мы 3-3 сыграли, 3-1 когда вели, и на шестой добавленный Жора Щеников уворачивался от мяча, и рикошет залетел в девятку, и Фурик чуть не убил его в очередной раз. Вот. У вас, конечно, это особенное отношение с этими скрайними защитниками. Да, всегда. Каждый раз пытаются вас похоронить. Да, а я вылазил. То есть это было реально круто, вы его подкалывали? Я его потом стал подкалывать, и каждый раз говорю так, вот чувствую, ты не знаешь, как меня зовут. Вот кто я? Ты типа задался. У вас, я знаю, самые главные требования в футболе, у вас вообще вы предъявляете нечеловеческие вообще, это крайние защитники. Это правда? Самое сложное, наверное, в тактическом плане самое сложное амплуа. Но зато, если ты этими требованиями овладел, ты даже как на Бабкин можешь играть до 100 лет, не умирать. Ну просто смотри, реально, Марио Ферн, Олег Кузьмин, который там, когда его, я порекомендовал футбольный клуб в Москве, потому что у меня был выразящимся уралани, его никто вообще не брал. Ну то есть как бы это, потом Кузя стал, я считаю, одним из сильнейших крайних защитников. То есть не травма, давайте откровенно, но на Евро-2016 был к шоу в основном. То есть там, ну то есть я просто вот говорю, соответственно, здесь Кузьмин, там в крыльях там Шишкин, я просто по командам даже сейчас буду идти. В Москве. В Москве, ну Кузя, на Бабкин. В крыльях, соответственно, был Лейлтон, которого все похоронили, там был Рома Шишкин, был Обом Сок, соответственно, в ЦСКА Марио Фернандес, Щенников, на Бабкин. То есть я считаю, что они именно при своих качествах, наверное, достигали максимума. Витесси Караваев, который вышел на принципиально иной уровень, там Самошников в рубине, которого мы взяли, там в первой лиге его никто не знал. Игнашевич смеялся в трубку, когда мы его брали. Поэтому, ну то есть как бы, ну то есть реально, если ты эти требования понимаешь, что ты ржешь? Я просто сказал, как Игнашевич смеется в трубку. Ой, ну в общем, как бы, ну в общем, реально сложные требования, и были прям большие игроки, которые не очень понимали, и прям вот им было тяжело. К тому же Юрия Журкова, но это в сборной все-таки был такой специальный момент, там трудно было обучить. Но если кто-то понимал, то реально уже потом был хорошим игроком. И у Игоря Смольникова получилось? Ну, еще раз говорю, в сборной мы не считаем все это, потому что тут чуть другая история. Ну вы до сих пор всегда при встрече Игоря Кричитина «Ты сломал мою карьеру». В сборной на Евро в 2006, это очень самое любимое, самое любимое, когда начинаете, Игорь, это говорить. Да, но тем не менее, я до сих пор с ним общаюсь. Да, да, да. Вы не слопамятные, мы это выяснили. Да. То есть период вообще, вот когда в ЦСКА очень много баек ходило, вот когда в начале там, что там, тут Токинфи, то еще кто-то уберет, все время каждый раз защищал Гиннера. Вот это же не правда же, такого никогда не было. То есть вы пришли, понятно, что они поначалу у вас не воспринимали. Да не было такого вообще. Ну вы же понимали, что все равно так они, так спокойно. Нет, когда вот я только пришел на Ниссан, тебя не заехал, конечно, никто не воспринимал. Это понятно. Как вы поняли? Как вы поняли? Ну, мне в прямую, это Вася сказал. Там не стеснялся никто. Но на самом деле не было. Это все, опять же, это все какие-то... Потом вы заехали на другой машине. Да, на следующий день уже приехал на рейндж-ровере, все стало на свои места. Вот. Пришлось продать все квартиры. Мама жила месяц на вокзале. Ну ничего. Вот. Поэтому на самом деле не было так. Дима и на руках. Смотри, ты большой футболист. Что такое как бы тренер? Как ты его принимаешь? Если есть результат и если есть качественный тренировочный процесс, в котором ты растешь. Все. Все остальное толстый, худой, заикается, картавит, вообще по барабану. Мы сразу вышли из группы Лиги Чемпионов. ЦСКА никогда не... То есть команда после трех туров была какая там Лига Чемпионов, какой выход. То есть мы набираем семь очков в оставшихся. То есть в первых трех турах набрали там сколько получается. Три очка. Во-вторых, мы набираем семь очков. То есть когда ты сразу выходишь из группы Лиги Чемпионов, ты все равно знаешь, что у меня очень качественный тренировочный процесс. Они просто офигели от этого процесса. И приняли его многие. И я же еще им докапывался, чтобы они приняли. И контакт был в ЦСКА моментальный. Это можно сколько угодно рассказывать истории, да, про тебя уж истории. И я думаю, что я посоревнуюсь с количеством баек. Когда быстрого вернешь, 25 тысяч-то, да, расскажешь. 20 тысяч. 20 тысяч, да. Вот это, да. Куркуль. Вот. Который платит везде и за всех и всегда. Вот. Поэтому... Ну, то есть этого не было. Все было отлично. Причем и вот этот быстрый результат в Лиге Чемпионов сразу эту границу съел и понеслась. С кем из ЦСКА был вот прям практически молниеносный контакт, да? Ну, тогда... Ну, вы сами понимаете, да? Да, да, да. Вот это вообще прям... А с кем вот тяжелее всего приходилось вам, как вот человек, который любит вот это залазить? Ну, с братьями сразу. Ну, и до сих пор. То есть мы там... Да, да, да. А с кем тяжелее всех давалось? Ну, понятно, Мамаев, Паша? Ну, Паша Мамаев там... Он не то, что он сложнее или тяжелее давался. Просто, знаешь, есть люди экипажно несовпадающие. Просто, например, он, ну, все-таки не может это до конца понять, эти бесконечные обиды, бесконечно выплескивает где-то. А я просто понимаю, что, ну, то есть мы не подходили. То есть нет такого ключа у меня, чтобы подошел к его замку. То есть я просто не мог открыть эту дверь. И он не хотел, чтобы эта дверь открывалась. Именно этим ключом? Я перепробовал ключей, тысячу, наверное. Бесполезно, условно. Ну, в моем случае. Может быть, кто-то другой бы и смог бы. Я же про себя говорю. Предсхищаю. То есть самый, вот, единственный, наверное, человек, один из немногих, или вообще кто есть такие, там, топ-3, кто... Вот кому бы вы не смогли подобрать ключи? Вот как... Но пытался подобрать ключи. Да, да. Понимаешь, как? То есть есть, которые вообще даже не пытались? Были, конечно. Когда ты смотришь, думаешь, да ты по мечу попасть не можешь. Еще ключи на тебя будут тратить. Не, ну, это правда так. Так бывает, естественно. Что-то так есть. Ну, конечно. Не-не-не, пусть ключик вот этот вот смазал, а пусть лежит в связке. Не буду его лишний раз пробовать. Это жестко и прекрасно. Есть просто... Смотри, я тебе попытаюсь объяснить. Ты умный, ты поймешь. Сейчас куча комментариев прилетит. Значит, следующим образом. Есть несколько категорий. Есть первая, кому прям не смог. Пытался, но не смог. И, наверное, Мамаев останется единичным в этом случае. Есть второе, которому один и тот же ключ то подходил, то не подходил, то тот именно пытался другой. То есть, ну, такие люди, знаешь, которые часто меняются настроение. Очень тяжело. Ну, там, Сергей Николаевич Игнашевич, да, он очень огромный футболист, но у него характер непростой. То есть, иногда тебе казалось, что все великолепно, иногда казалось, что все очень плохо, да. Вот это вторая категория есть людей. И третья категория людей, она, наверное, она относительно многочисленная может быть. Это когда ты в человека вкладываешься, у тебя с ним невероятный контакт. То есть, он считает, что это лучший тренер человек на планете Земля, а потом в какой-то момент из-за каких-то действий этого игрока, неважно, футбольных, нефутбольных. У меня бывает такое, что я просто, то есть, вот у нас вот контакт, я просто беру и разрываю эту пуповину. Назовете? И человек, ну, деспотович, например, да, и человек это просто не может пережить. То есть, вот еще вчера, то есть, у него есть интервью, где он говорит, Слуцкий лучший тренер в моей карьере, самый прекрасный, ты был в моем дне рождения, ты видел там, как бы, как это все было. И условно, когда ты человека, потому что он снижает требования к себе, да, ты его выгоняешь из команды, это самое болезненное, да, то есть, это, знаешь, как, ну, я скажу, все как в семьях, да, когда вот, условно, вот еще вчера тебя любили, а сегодня тебе говорят, все, я тебя разлюбила. Двери, да. И человек не может это понять, как же так, еще раз вчера. То есть, и вот это самое обидное. Самый вот такой прям счастливый момент в ЦСКА. Самый счастливый момент в ЦСКА? Матч, может быть, какой-то. Ну, наверное, первое чемпионство. Я объясню, почему. Не потому, что оно первое или что-то еще. То есть, в ЦСКА, так, из-под валь. Ну, то есть, например, получилось так, что я пришел в команду, когда появилась большая группа, начала появляться игроков. Загоев, Щенников, Набабкин. Произошла смена поколений иностранцев. Верблум, Эльм, Хонда, Тошич, Фернандес, Думбия и так далее. И я, когда пришел в ЦСКА, 2009 год, ЦСКА последний был год чемпионом, он был чемпионом в 2006 году. Ну, я пришел в конец 2009. То есть, уже три года чемпионами не были. И всю жизнь ходили там Акинфей, Серега, братья, и говорили, так, ну, мы-то становились чемпионами, мы-то в порядке, а вас тут набрали непонятно кого вместе с тренером. Ну, понятно, что это в полушутку было, но тем не менее. И как бы, то есть, все время они говорили, что если что-то не получалось, у нас есть чемпионский опыт, мы тут, знаете, у нас иммунитет, извините, да, как-то сейчас в локомотиве. Ребята, у меня вот есть трофеи, это у вас ни у кого нет. Вот. И все время из-под вольда все, ну, все хотели как бы вот это доказать, что остальные тоже могут. И тренеры, и футболисты, что не только там Березутский. То есть, понимаешь, вот это бесконечно, все равно, зная, там, Вася, ты же понимаешь, что ты бесконечно педалировалась. Там, как бы, просто с утра до ночи, что-то не так, а я там кубок УФА выиграл и так далее. И когда ты первый раз, мы выиграли чемпионат в сезон 12-13 года, да, ну, как бы, все. Ты стал... Ровнее, да? Да, ты, понятно, что у них есть кубок УФА и там куча этих трофеев, но ты уже тоже можешь. То есть, с тобой тоже можно становиться чемпионами и как с футболистами. И произошло еще вот это прям единение на результате, и как бы дальше уже было... То есть, у вас в голове это произошло такое... Фу, вот как вот гисталь туда... Все, ну, то есть, все, знаешь, ты уже не зря прожил жизнь. Все, ты чемпион страны, таких очень мало, и тренеров, и футболистов, все. И уже Вася уже будет что-то выдумывать, а у него с фантазией не очень, да, как бы какие-то должны новые вещи придумывать. Ну, я согласен, да. А вот у вас лучше... Вы всегда вот это говорите, любите, когда там что-то у вас начинаешь там подкалывать. У вас самый лучший процент побед в премьер-лиге, по-моему, да? Не процент, больше всех побед. Сколько? Я не помню, там, 200 с чем-то. То есть, из всех тренеров, работавших и работающих в российской премьер-лиге, у меня самое наибольшее количество побед. То есть, условно, в ближайшее время вас может побить только Сергей Богданович? Да, может, больше никто, да. Других даже пока шансов нет. Ну, да, ну, так же, как в ближайшее время кто тебя может побить? Тюкавин через 20 лет? Ну, просто, ну, ближайшего там нет конкурента, который как бы... Ну, там много, на самом деле. Понимаешь, как? На самом деле, очень много есть таких историй, ну, вещей титульных, которые сложно добиться. То есть, я, например, был самый молодой тренер, у которого стало 600 матчей на высшем уровне. То есть, для тренера 600 матчей, ну, как вот для футболиста, знаешь, 300 матчей плюс в премьер-лиге. Да, да, я понимаю, что, да. Здесь в премьер 600. Сейчас вот вручает, там, вот, 200 игр сыграл, уже, уже там, выносят. Да, ну, то есть, у меня там на топовом уровне там уже там под 700 матчей. То есть, это, ну, соотносительно возраста. Ну, то есть, я был самый молодой тренер российской премьер-лиги. Ну, ты можешь себе представить, что, в принципе, я в твоем возрасте уже был главный тренер. Ну, это вообще какого-то вопроса. Я встал в 2005 году, мне было 34 года. Я был моложе тебя. Ну, то есть, как бы, а еще раз говорю, а детей я повез в Хапре купаться. Мне было 22 года. Ну, то есть, это вообще... Ну, поэтому я всю жизнь... Просто в Хапре... Когда некоторые там мостовые говорят, флутские пирожки ел, а я в футбол играл, да? Ну, это чуть-чуть не так. Мягко выражается. Вот я и хотел спросить о том, как вы к этому вообще относитесь, когда вот говорят, что вы там фрик там или еще что-то. Ну, это кто говорит? Мостовой и Кончельский. Ну, я вот говорю, а почему они это говорят? Ну, а что они еще должны... Ну, смотри. Почему они очень по типажу похожи, в принципе, вообще, да? Ну, конечно, да. Ну, то есть, они же не только про меня так говорят. Ну, то есть, есть... Есть футболисты, которые считают, что если ты был величайшим футболистом, ты автоматически все знаешь в футболе, все понимаешь. И когда им все люди, которые приходят в высшую школу тренеров или в академию тренерского мастера, говорят, блин, это вообще другое, они не верят. Потому что они... То есть, они два очень больших игрока. То есть, как бы, надо быть объективным и Кончельский, самостовой, лучший, может быть, российский футболист в своем поколении, величайший футболист и так далее. Но, соответственно, они, когда закончилась у них карьера, у них и жизнь по существу закончилась. И поэтому, как они любят говорить людей не из мира футбола. А что значит не из мира футбола? Я не знаю, с 9 лет занимался футболом, с 22 лет я тренер, с 34 лет я главный тренер в командах российской премьер-лиги и в каких-то зарубежных. То есть, у меня опыт почти 20 лет только на топовом уровне тренерства. То есть, я уже тренирую больше, чем он в футбол играл. И он говорит, я там 25 лет в футболе, ну, начинаю считать, когда он в школе Спартака. Ну, и я был в школе только не Спартака, московского, а в Волгограде, там, с 9 лет в футболе. Пшеника. Да, то есть, просто это большие футболисты, которые, к сожалению, не смогли стать тренерами. В силу разных причин, я уж не говорю почему. Что эти будут далеко ходить? У меня есть в Волгограде, ну, был, я сейчас не общаюсь, но много. У меня был в Волгограде друг, с которым мы вместе ходили в одну секцию в детстве. Он говорит, ну, вообще-то, это должен я тренироваться, и с Каней ты. Я говорю, с хренали. Он говорит, ну, я же в детстве лучше тебя играл в футбол. Я говорю, во-первых, не факт. Но если даже это так, какое это имеет отношение к тренеству в ЦСКА? И вот у него, то есть, так как он в детстве, в 9 лет, в его глазах, он лучше меня играл в футбол. Пусть будет это так. Таких было миллионы людей, кто играли лучше. Сотни миллионов. Вот. Но почему... И у него это преломляется, то есть, у него преломляется, который в детях, он вообще не стал не то, что профессиональным, он считает, что... Он мог бы спокойно... Нет, что я занимаю его место. Представляешь, что происходит в голове Мостового или Кончельскиса, который не просто... Они не просто лучше, они лучше почти всех в мире играли в футбол. И тут, когда... И, то есть, конечно, вот это вот, и все. А тут я еще что-то со своим языком скажу. И не раз, и не два. Так он еще что-то язык смеет. И все. И просто... Ну, я отношу... Мне, если честно, жаль, да? Поэтому я, например... Ты же видишь, что я не расчехляю прямо вот, как я могу, по полной... Говномет, да. Да, да. Потому что, если бы расчехлил, то там было бы очень тяжело. Потому что я все равно, ну, как бы... Ну, что тут? Ну, тут ничего не сделаешь. Тогда сразу вопрос. Вы сами сказали, что везде были заголовки новой Мауринью, новой. Это вас... Вам льстило? Или как-то такой... Да, вообще... По барабану вообще, да? Вообще-то все равно. Ты настолько концентрирован внутри. Ты вообще... Внешние вещи тебе... Потому что по хвалу и по руганию вы встречаетесь одинаково. Да. Хорошо. Период ЦСКА. В какой момент вы просто берете такой... Вот что у вас происходит, что вы такой... Щелчок такой... Вот вы в таком уже сознательном возрасте, человек, который уже добился многого, побив очень много рекордов, да, и сейчас являясь ими действующими, обладателем этих рекордов. Как вот вы берете, меняетесь и едете в... Вот в этот замок. В какой момент у вас рождается идея попробовать себя за рубежом? Как, расскажите. Смотри, как вообще происходит вот у меня тренерство? Почему вы стескали, что уйти? Да, вот я тебе объясняю. То есть как бы для тренерства нужна очень высокая энергетика. Ты все время даришь, ты все время это, ты все время внутри, ты все время это. И, ну, энергетика и эмоции, они конечные. То есть это ты в детстве можешь бегать бесконечно. Или там, условно, ты, когда мы там приезжаем на съемки, он сидит три часа, орет, балагурит и все прочее, и все такие схемочные группы. Ну, сейчас, сейчас заткнется, сейчас заткнется. Говорю, ага, блин, еще трое суток не заткнется. А мне потом надо трое суток лежать, как бы выпили эмоции из меня пластом. То есть как бы есть люди с высокой энергетикой. Ну, то есть тренер, согласен, он не может быть без энергетики. Ты все время все это это. И в момент, когда ты очень долго себя растрачиваешь, плюс еще это был же этап совмещения со сборной, что не просто Х2. ЦСКА-то тяжело, какое давление. Тут еще сборная ЦСКА-то. Первая фраза, вообще совмещала и не свихнулся. Я говорю, ну, во-первых, не факт, что не свихнулся. А во-вторых, было тяжело, действительно. Как и вы, Антонио. Да, вот. И, да, коллега, мы с ним как раз в Каченко общались. Вот, так вот. И на каком-то этапе ты просто, вот у тебя просто вот этот внутренний огонь гаснет, и все. И ты вот это, знаешь, что воля, что неволя, все, ты ничего не... Это как-то повлияло в сборную? Нет, это было из-за сборной. Ну, во многом. То есть, если бы не было бы сборной, я бы еще бы продержался бы. Хорошо, почему вы согласились сначала возглавить сборную в такой тяжелый период? Вам это было интересно? Сможете или нет? Ну, это... Вам хотелось обыграть Ибрагимовича? Ну, это... Ну, то есть, как бы, понимаешь, я тебе могу... Тебе хотелось обыграть Ибрагимовича. А мне хотелось вывести сборную. Ну, то есть, в принципе, это в любой стране мира, кроме нашей, это венец карьеры тренера. У нас это венец в прямом смысле, что тебе венок кладут на твою карьеру, да? А как бы, то есть, когда... Тот же Карпин, да, там, твой сильно любимый, он рассказывал, что когда его назначили тренером национальной сборной, в России это было... Ну, окей, да? Все, кто там из Испании, все звонили, мы поздравляем. Это вообще... Ну, то есть, это просто его дочери, которые, ну, испанские, там, как бы, это... То есть, как бы... То есть, для тренера это просто пик твоей карьеры, да? Там, тот же, я не знаю, величайшие тренеры, там, наши, ну, объективно, Семин, Газаев, они никогда не возглавляли сборную в финальной части чемпионата мира или Европы. Только Олег Иванович Романцу, да? Да, ну, то есть, не, ну, был там и Ярцев на Евро, да, такое было. Ну, то есть, как бы, даже огромные тренеры, то есть, там, при том, что они были тренерами сборной, но в финальной части чемпионата мира и Европы они сборную не выводили, там не работали. Поэтому, ну, блин, отказываться от сборной, ну, на тот момент, на тот момент, важное уточнение, это было, что невозможно. Плюс я, как человек, ну, с достаточно высокой самооценкой, я думал, что кто-то может не подбирать ключи, не справиться, какие-то сложности. Я точно смогу. Кстати, сборная меня очень отрезвила в этом плане. Ну, то есть, разъясните это, чтобы более раскрыться, потому что понимаю, что вот вы ушли с уверенностью, прошли вот этот этап, мертвые вытащили уже прям этап, все выиграли матчи, уверенно, и вот выходим на евро, да, вот там, я так понимаю, происходит какое-то отрезвение, да? Ну, не то, что там отрезвение, но ты был свидетель прямой этому, то есть, казалось, в сборной все накатано, то есть, мы сразу поймали оптимальный вариант стартового состава, просто кроме тебя, ладно, похвалим, ну, хотя это реально, там, ты со шведами забил голову, даже помню, Фидун дал комментарий, помню, ну, там даже Дюба заковырял, типа того, вот. То есть, сразу получилось... Счепка запал, он не видел там. Да, сразу получилось идеальная тройка центральных полузащитников Денисов, Дзагоев, Широков, со своими функциями, со своей внутренней химией, то есть, как бы, как-то сразу так раз и встала, и тебе казалось, что ты уже, ну, сроки же небольшие, да, ты тут чуть-чуть осталась, там, полгодика, и ты дотянешь. И тут начинается, значит, в золотом матче в Казани вылетает Дзагоев. Широ, как бы он сейчас там не говорил, там, и вот эти интервью бесконечные не давал, да, тем не менее, да, просто маленькие ремарки. Роман Широков закончил свою карьеру, будучи капитаном команды, выводя ее в стартовом составе на матч Евро-2016, и ему предоставил, то есть, при тренере Слуцком, да, и когда его уже там по существу похоронили в Спартаке, именно мы его взяли в ЦСКА, то есть, он закончил карьеру в статусе чемпиона России и капитана национальной сборной, да, поэтому мог быть... А Павел Мамаев единственный свой трофей и титул чемпионства тоже завоевал при мне, потому что при... До меня он не был чемпионом в ЦСКА, после там, Раба Графика, но это я просто к тому, что есть все-таки вещи, которые надо учитывать. Вот, и получается, Дзага ломается, да, с крайними защитниками проблема, получается, Кузьмин ломается, дальше, Рома, но в оптимальном уже состоянии он не был, хотя он с этим никогда в жизни не согласится, потому что он, его понимание, в 90 лет будет в оптимальном состоянии. Но у каждого футболиста есть разные этапы, потому что Широков был ключевой фигурой, когда мы выходили, соответственно, это был там 15-й год. Денисов ломается. Денисов ломается, то есть как бы, и ты... Вот все, что должно было работать, и как это должно было работать, у тебя просто раз, и ничего этого нет. А ты же не забываешь, что еще был ЦСКА. Это же не то, что я сидел и думал с утра ночи, то есть еще был ЦСКА, мы еще в последнем туре стали чемпионами в Казани, там с Ростова бились, смерть Зайфа Дельфеева, это там как бы от Кучука. То есть это... Ну то есть и в этот момент, да, у тебя очень много всего вот этого начинает происходить. Как заполнять состав сборной? Брать ли людей, которые, может быть, уже, может быть, еще, по моему субъективному мнению, не соответствуют, но они внесли большой вклад в выход. Брать ли людей, которые, наверное, не очень могут сидеть на лавке. И тут, тут реально было очень тяжело, и тут я себя переоценил. Сразу вопрос. Если вернуться назад, Широкова бы взяли на Евро, вы бы все равно были или нет? Нет. То есть... Я не только Широкова, я не взял бы достаточно большую группу игроков. Причем это не гарантия того, что мы прям не взяли, все, мы там всех порвали. И никто не обвиняет их. Да, просто ты всему все время учишься. И Широков не потому, что он хороший или плохой, а просто, еще раз говорю, по комплексу причин. И сборная все равно наша не была фаворитом не то, что Евро, а даже своей группы. И вообще попали туда, там еле-еле запрыгнув не то, что на уходящий поезд, а поезд уже уехал в другую страну. Я не согласен. С англичанами тяжелейший матч 1-1. Триумф ликуем. Со Словакии просто... Словакии ключевая игра. Наша игра, где мы сами себя прилили. И не смогли ошибки индивидуальные и не смогли, к сожалению, это потому, что потом уже... Поэтому, еще раз говорю, поэтому я тогда думал, что я Макаренко, я, не знаю, там, лучший педагог в мире, что я смогу объединить необъединимое, но оказывается, это не так. То есть, я не справился. То есть, тогда пришло отрезвление. Раз. Потом, я так понимаю, момент, где вся общественность говорила, что после поражения Словакии считалось у нас в России, я помню, как сейчас, что это было там чуть ли не позор, как можно было Словакии проиграть на тот момент, да, это вообще, типа, фиаско, почему не играет трио Глушаков, Мамая, Широков, да, и правильно я понимаю, что, откровенно уже говоря, мы разговариваем здесь без прикрас, вы поддались... Да, это огромная ошибка. Прямо, это самая большая ошибка в моей тренингской жизни, потому что, ну, там реально Глушак хорошо выходил на замену, да, забил Словакию, там, как бы это, и, в принципе, вот, я понимал, что на самом деле эта тройка в такой конфигурации не сможет быть, то есть, я не говорю, что каждый из них, там, что-то еще, а именно вот в такой системе Я просто, почему это говорю, что, я помню момент, потому что все мы читали, что условно, вы поставили Головина молодого, да, Нойштейтера, Шатов, Шатов, да, и там еще тут получился травма Шатова, Нойштейтер, ну, понятно, что это был такой эксперимент, потому что вообще не осталось людей именно таких классических опорных, в моем понимании, да, потому что все-таки Глушак при всем там уважении, тем не менее, но он не классический прям вариант оборонительный, да, Голова, понятно, что там 20 лет, первый чемпионат Европы, все. Мое мнение, не знаю, прав я или нет, я всегда всем в своем окружении говорил, что тот шанс, который вы предоставили Головину, этот опыт, и вот это все, что произошло с ним, да, очень помог ему уже на чемпионате мира. Если бы у Головина не было 16-го года, у него не было бы 18-го года, и, кстати, он это прекрасно понимает. Это круто, ну, Саня, адекватный парень, это 100%, и надо дать должное на Штейтер, именно все, что он мог, он делал от себя, рубился в усмерти, это надо дать должное. К Олегу Кшатову были вопросы определенные. Ну, к нему не было игровых вопросов, ты помнишь, что заменитый забег за стерлингом, он до сих пор не может Вы всегда говорили, что когда у тебя большой талант, вы можете просить ему многое, но его не выход тем же условно с Уэльсом, это же некрасивый поступок. Ну, черт говоря, я никого, я не судья, да, и я не моральный камертон и ненравственный камертон. Хорошо, я задам вопрос по-другому. Вы были удивлены, что он не выходит? То есть это как-то шокировало? Опять же, это в тот момент. Как это все обставлено, да, как это все, как это все преподносит. Вы ходили, вы его уговаривали, вы все его лечили. Я реально считал его ключевым, важным игроком сборной. Я вообще его всегда очень высоко оценил как футболиста. И он это знает, и в Рубин его брал, и все прочее. И в ЦСКА мы там проиграли конкуренцию Анджи, да, там очень хотел с ним работать и высоко его оценивал. Более того, на этапах Головина, когда он только рос, я ему как модель именно действий игровых ставил Шатову в пример и очень много показывал нарезок шатовских действий. Он даже этого не знает. Ну, Шатов имеется в виду. Вот. Ну, просто, понимаешь, как там все сложилось. Сказал, что он, наверное, сможет тайм. Мы уже после первого тайма горели так, что мама, не горюй. Ну, то есть, поэтому я бы не стал прям вот обличать кого-то в чем-то. Никто не обличать. Мне просто эпизоды, которые вот поспособствовали. Там тот не вышел. Здесь, то есть, основа. Первое, вы удивились, что не смогли справиться несочетаемо с раз. Да, да. То есть люди, которые сидели на лавке, они не смогли, ну, скажем так, смириться со своим эго. И, то есть, была создана такая определенная внутренняя коалиция недовольных. И это, кстати, одни и те же грабли, потому что об этом мне говорил и Романцев, и Ярцев. То есть, это, к сожалению, есть. Потому что всех собираешь лидеров, сильно влиять не можешь, те же штрафы мои знаменитые не работают. Поэтому и ты думаешь, ты справишься. Ты поговоришь, ты справишься, все будет хорошо. Но это неправда. Я не справился, по крайней мере. Второе, это то, что перетренировались, считаете, что можно было меньше нагруза? Я думаю, что да, потому что я... Все справились. Не так. Я просто думал, что уровень подготовки игроков в сборной примерно такой же, как игроков ЦСКА. А что, не так? Не так. Объясните. Потому что уровень интенсивности, который был у игроков ЦСКА, был гораздо выше, чем в клубах. Вот о чем часто Карпин говорит сейчас, да, вот, вот. Ну, когда говорит про интенсивность, и Черчесов тот же говорил, да. У высокому уровню интенсивности я не говорю, что игроки ЦСКА лучше игроки другого клуба. Я понимаю. Но они привыкли к этим тренировкам. Да. Они привыкли. Я понимаю, что вы говорите, что 70% футболистов переварили на 30 лет. И мне казалось, что условно футболисты высокого уровня, Артем Дзюба и все остальные автоматически привыкнут. У меня даже не было в мыслях, что нужно будет время на адаптацию к интенсивности. Подождите. Было тяжело. Например, я по себе скажу, что я адаптировался, но было тяжело. Да, было тяжело адаптироваться. Но я не могу сказать, что прям, ну, там, может быть, пару человек, пару человек прям выпало, но они и не были ключевыми. Согласен. Поэтому я не думаю, что это был какой-то ключевой фактор в перетренированности, потому что все равно ключевой фактор, на мой взгляд, это потеря ключевых людей. 100%. И какие-то индивидуальные ошибки в матче со Словакией. Давайте так, потеря на тот момент Денисова и Дзагоева, это просто... Да, ну и говорю, что, ну, по сути, все в центральной оси. Если бы, например, даже Тулкей и Рома там уже чуть, может быть, не тот, по моей версии, но зато тот Головин, и тройка там Денисов, Головин, Дзагоев, все это совсем другой футбол. Не надо было тогда ни Космодзю изобретать, ничего, это уже можно было не делать. Ну, да-да-да. И когда мы проигрываем Уэльсу, вы прям четко, я так понимаю, что уже все, ухожу из сборной. Ну, я могу сказать больше, что Виталий Леонтьич меня оставлял и говорил мне о том, что оставайся и готовь сборную к чемпионату мира, но, во-первых, ну, я объективно не справился, то есть это неправильно, когда ты не справился, причем я же не справился ни в какой-то там подготовительной группе, это все-таки чемпионат Европы, это высочайший уровень. Ну, вы не думали о том, что, может быть, это эмоции, может быть, это как-то... Нет, ну, а у меня всегда так, то есть я... Вот о чем речь. Смотри, ну, это же так... Ты просто никогда не был в этом состоянии. Вот когда у тебя возникает это состояние, у тебя такое ощущение, что если ты сейчас сделаешь хотя бы шаг на футбольное поле, вот переборешь себя, да, еще одну тренировку пройдешь, ты умрешь. То есть это такое состояние. Тебе кажется, что если вот ты сейчас... Вот, например, ты уходишь из Витеса, это же мое решение, да, а у тебя Яровинские, братья Березунские, у тебя ответственность, они привезли семьи, детей, школы и так далее, но ты настолько вот понимаешь, что вот если ты сейчас не примешь это решение, вот такое ощущение, что просто шаг сделаешь в футбольное поле и просто вот разорвешься весь. То есть ты... Ну, это очень сложно описать. Поэтому и такие состояния, когда у меня возникают, я не могу их контролировать. Ну, и такое состояние было и в сборной. И вы решили уйти, и это автоматически отразилось на ЦСКА, что вы просто решили, что надо что-то менять. Нет, это не... То есть я просто был в такой низкой эмоциональной... То есть, ты понимаешь, только закончилось Евро, я возвращаюсь, посуществовал сразу, даже вы, игроки, вы же получаете паузу, а у меня уже игроки ЦСКА уже вышли же из отпуска. Потому что, ну, кто играл в сборную, они получают, кто не игроки в сборную. Ты сразу же, после вот этого Евро, ты сразу на следующий день работаешь в ЦСКА, и пошло снова здорово, и тебе в ЦСКА все время надо доказывать. У тебя Лига чемпионов каждый год, тебе надо бороться за чемпионство. У нас там еще, мы строили крас-стадион, мы же там весь первый круг сыграли на выезде. Ну, то есть, и там вот эта травма, там, Загоева-Еременко. И ты просто понимаешь, что тебя просто уже в верте завертело так, что ты, то есть, и когда мы там разговаривали с Евгением Ленуровичем, я ему очень благодарен, он реально много попыток предпринимал, потому что я еще в сентябре сказал, что я до декабря и не могу. И он прям, мы много говорили, все. Я ему пытался объяснить, что это не то, что я тут ухожу, или я не хочу, я просто не могу. То есть, ну, все, я просто... Ну, до момента выгорели просто. Ну, да. То есть, и это будет неэффективно не для меня, не для команды, самое главное. Не нужен энергетически пустой тренер. То есть, как бы, тренер должен все время батарейки эти подзаряжать. Хорошо. Поэтому это было давно решение принято. Как родилась вот эта... Поехать туда, вот этот... Слушай, ну, смотри, ты же знаешь, что я такой человек очень немеркантильный, да, ну, как бы, мне все время ты живешь какой-то, не знаю, мечтой, какой-то идеей. Ты думаешь, слушай, ну, в России ты везде уже работал, да, но поменяешь ты ЦСКА через какое-то время, когда отойдешь, на какой-то другой клуб. Ну, это повторение пройденного по существу. А что мне хотелось бы, что вообще, как бы, интересно было бы. Я знаю, что ты очень Краснодар вас уговаривал, прям хотели, да? Ну, неважно, какая разница. Вот. И я просто говорю о том, что... То есть я думаю, блин, а круто было бы поработать за границей. Так, а где работают больше всего иностранных тренеров? В Англии. А что надо, чтобы работать в Англии? Ну, сначала надо язык хотя бы учить, да? Все, и понеслась. То есть я узнал про эту школу, соответственно, мне там про нее, там, Марина много рассказывала, Грановская, там, Конте учился. Все, ты в этой школе, ты учишь язык. После того, как вроде как что-то получается, следующий вопрос. Так, хорошо, язык ты выучил, а ты вообще тут кому-нибудь нужен? Ты вообще себе задался этот вопрос? Нет, но пока ты не выучишь язык, ты не можешь вести переговоры с клубами. Все, потом пошли переговоры. Вот. И потом, соответственно, все это дошло уже до халы. Почему вообще вот большинство вообще, ну, у российских вообще обывателей, даже так назову, не побоюсь, вообще большинство футбольного мира складывается, сложилось впечатление, что вы там чуть ли не обкакались. С чем это связано? Ну, потому что все так хотели. Ну, такая желчь наша. Все хотят, чтобы, то есть, как бы, знаешь, как, это же примерно как 3-0 выиграли, что, 5 что ли не могли забить? Ну, то есть, как бы, это же, ну, то есть, все время это вот так, да? Это вот, ну, к сожалению, это вот так работает. То есть, никогда говорят, блин, молодцы и все прочее. То есть, как бы, поэтому, ну, то есть, гораздо легче найти в этом минусы, чем плюсы, чем разбираться. Поэтому, да, не получилось. Отовсюду выгнали. Откуда выгнали, непонятно. Ничего не получилось. Вот, а когда вот это еще, я читаю там, ну, потому что Луцкий неудачно работал за границей, поэтому наших тренеров туда не зовут. А у нас же до этого 30 удачных опытов было. После меня у нас тут поколение за поколением сейчас всех просто разрывают. Все же на всех языках говорят и так далее. Ну, да. Поэтому, ну, классическая история. Ты-то что, ты-то в ней вообще как рыба в воде. Да, ну, просто я говорю, вот каждый раз... Я же тебе еще раз говорю, вот когда я все время спрашиваю людей, например, а какая претензия вот к дзюбе, да, вот можете ее сформулировать? А никто сформулировать не может на самом деле. Типа, а вот ушел оттуда. Ну, окей. А вот это, а вот это, я говорю, ну, хорошо, спортивная история. Просто мне не нравится. Ну, да, ну, окей. Ну, так надо с этого иначе было. Не нравится, не нравится. Ну, мы же говорим сейчас про спорт, про спортивные вещи. То есть, ну, в хале, я так понимаю, что вам все очень нравилось, это был вообще волшебный мир, да? Это было самое сложное, то есть, опять вот это Уралан, когда в межсезонье сказали уйду 4, ушло 20, когда в третьем туре у нас сломался чудак, и мы в десятером доигрывали ни одной замены, когда только в пятом-шестом туре там набрали футболистов бесплатных, но это было так интересно. Я же тебе рассказывал, что когда я смотрел сериал Сандерлен Тилайдай до самой смерти, просто рыдал, потому что это сериал про тот сезон, когда как раз Сандерлен отыграл в чемпион. Я так и не посмотрел, и то, что там вот очень такой специфический был президент, я так понимаю, да? Ну, президент хотел сливать клуб, он был такой коммерческий, он в конце концов его и продал, клуб в конце концов там, ну, уже там, вот после того, как я ушел, просто вы вот опять же люди, которые, ну, вот, что-то говорят, вы отследите дальше историю, что произошло с Халом, когда там, о, с Халом там, с Луцки неудачно, они вылетели вообще-то, да? Что произошло с Витесом? В том году чуть не вылетели, сейчас на последнем месте. Ну, то есть, как бы, можно много вещей понять, когда ты на дистанции какие-то вещи сравниваешь. Да, согласен. Здесь очень... Поэтому... Это как там про тот же Локомотив, там, ну, вот, пожалуйста, вот там с немцами были в зоне вылета, вот там с Галактионовым там заняли восьмой. Ну, то есть, как бы, надо все время смотреть в этой динамике, а не просто какое место занял. Если вот так просто сказать, Локомотив восьмое место, достижение, все скажут, да говно. Ну, правильно, они столько раз чемпионами были. Но в этих условиях это совсем другая история. А то, что вот эта история вы где-то рассказывали про... Как бы был самый этот прикол, когда вы сидели на теории, да, и все игроки просили шотландца Макгрегора. Макгрегора, да. Я вам не рассказывал. Нет, ну, расскажите вот эту историю. Ну, футболисты... У меня вообще было трудно на английском работать, потому что потом уже в Витесе, ну, и в Халле дальше, я уже автоматически говорил на английском. А когда я начинал, я с русского переводил на английский. То есть, МОЗ делал двойную работу. Ты и тут в Англии, и тут так тебе каждый день... Мы ушли, тренер, до свидания. Тут столько всего, и тут еще двойная работа мозга. И они... Ну, они понимают, что, как бы, английский не самый блестящий. А в команде был Аон Макгрегор, известный вратарь, много лет потом играл в главе Рейнджерс. Вот. И он шотландец, и его ни один человек не понимал в команде. Вообще ни один. Ноль шансов. И все время идет теория, что ты это... И я там... Вопросы. Он там... Его там все... Вопрос-то задай. Он такой, да ладно, да задай, задай. И он там... Я такой на Яровинского. Мгимошник. Блестяще, говорит, на английском. Он разводит плечами и поворачивается на тренера по вратарям. И тренер по вратарям такой тоже, без шансов, извините. А он валит, изуэльс. И команда просто лежит вся на теории в слезах. Ну, ни у кого не было шанса понять этот вопрос. Тосманский диалог. Да, и я скажу больше, у меня есть видео, я не помню, я показывал или нет, когда на 50-летие мне сделали поздравление иностранные игроки. И Магрэр говорит, тренер, здравствуйте, я буду говорить специально, но на английском, очень медленно. Чтобы вы... То есть он даже сделал, уже прошло время, он сделал такое видео, я просто ржал. Это еще историю расскажите, это вот прям вспомнилось про Пасторы с Палермо в ЦСКА, когда расскажите. Ну да, значит, мы играли в Лиге Европы против Палермо, и там играл Пасторы, аргентинец, кто не помнит, суперзвезда, потом перешел в ПСЖ за огромные деньги, но он действительно, он там тогда в Палермо, это было что-то... А футболисты ЦСКА, они реально... Это плюс. Большие игроки, у них нет авторитетов. Пасторы, Месик, вообще по барабану. И у нас теория перед Палермо, я там, у меня все построено на Пасторы, 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 Пасторы. Там, потом, кстати, я с ними зарубился, что он будет продан за 30 плюс в ПСЖ, он был продан через полгода. Они мне не верили. Ну, ладно. Я смотрю, какое-то оживление на задних рядах, а я же знаю, что все такие ушлые, и я догадался, что они внутри ставят ставки, сколько раз я скажу Пасторы фамилию. И я тоже, знаете, не лыком шит, начал его называть. Аргентинский полузащитник, десятый номер, атакующий полузащитник, игрок Палермо и так далее. И там все, типа, блин, мало назвал. Мы там поставили, что 50 раз будет сказано Пастора. Это хорошо, да. Когда вы там 35 раз Пастора услышали, они уже думали, что победа уже рядом. Да. Нет, нет, это я очень понимаю, на самом деле, психологию. Мы с вами это говорили, что нам вот этого как раз тоже не хватало в «Зените». Когда мы в лиг чемпионов играли, к сожалению, Сергей Богданович все время там нас пытался напугать какими-то фамилиями. И самое знамение, это когда Бронислав Иванович, будучи игроком Челси, уже пришедший, Ярослав Ракицкий, который там 800 игр там в лиге. Шо? Кто? То есть он все время, когда там, кто? Они вдвоем, это было, для меня это было, ну то есть это усладно было, я прям просто смеялся, потому что в таких клубах больших на самом деле это хороший менталитет о том, что это да, это хорошо, но это реально я делал очень разово и реально Пастора был огромный игрок. Мы поэтому и то это... Поэтому мы все и в «Зените» ждали, чтобы какой-нибудь матч с Баварией или с Барселоной, что там происходило, я думаю, что не все бы ноги упали в обморок, да, только на еще просто на теории еще услышав фамилии и имена. Витес, правда, что это была чуть ли не протекция Абрамовича, что вас чуть ли туда не сватал? Или все-таки просто он один из тех, у кого спросили его мнение, он сказал? в принципе, Витес, это был дочерний клуб «Челси». Президентом Витеса был ближайший друг Романа Аркадьевича, Валерий Ойв, который, ну, и бизнес строил вместе с Романом Аркадьевичем. Это очень круто. Но, это да, но просто все, ну, не забывают, они знают одну вещь, что я просто, когда ходил полгода в Лондоне на все матчи «Челси» в ложу Романа Аркадьевича, я там познакомился со всеми людьми, с тем же Валерой Ойвом, президентом Витеса, мы очень много общались, говорили, он интересовался футболом и так далее. Поэтому Витес меня приглашал уже именно он. Вы же там делали какие-то конспекты, правильно? Познакомился я, конечно, благодаря, ну, то есть, потому что я был там в этой ложе, ходил и все прочее. Но Роману Аркадьевичу не надо было ничего там Валерия говорить о том, что там возьми или что-то еще. Он уже просто, мы с ним уже много общались и он уже понимал примерно там с кем он говорит и ему нравились там какие-то мои там философии и все остальное. Поэтому, и понимаешь как, это сегодня кажется, что это протекция, а на тот момент Витес и ЦСКА это разные планеты, это разные, не то что уровни, это разные планеты. Ну, то есть, ты можешь себе представить, что в Витесе был доктор, который работал только в ходе тренировки. То есть, у тебя был доктор на базе только в момент тренировки. То есть, два часа вот это идет? Да, все. Дальше его как ветром сдуло. Один физиотерапевт. На всю команду? На всю. То есть, ты представляешь вообще, что это так? И вот мы говорим... Почему это? Это же не профессионально. Ну, потому что это, ну, при том, что это большая команда, то есть, она играла в Еврокубках и все прочее, но, ну, просто все равно клубы, у них есть бюджеты и так далее. Там клуб экономил буквально на всем. Там бюджет был, ну, наверное, раза в четыре ниже, чем в ЦСКА. Поэтому протекция... Ну, то есть, это потому что... Ну, я сейчас тебе, наверное, составлю протекцию дворником. Ты будешь на Мосфильмосской вести дороги, да, через, там, договорюсь, через кого-то. Очень странный, знаешь, вариант протекции. Вот ситуацию расскажите. Мне вот, что вас поразило, когда вы рассказывали, что любой сотрудник, там, у вас были традиции играть там футбол в Хайле, да, вот этот в Англии, что вас поразил уровень, что любой вообще чуть ли там человек, который там занимается агроном-газоном, да, до там человек, который развешивает перчатки там, да, они все так или иначе очень хорошие футболисты. И то, что у них культура футбола... Вот объясните вот эту ситуацию, что у нас в России это правда не понимают. Когда вы мне это объяснили, то есть для них там это... Почему они так уважают, да, они понимают, что это такое, как вы тут это расскажите? Смотри, все очень просто. Каждый мальчишка, по крайней мере, ну, сейчас я думаю, что уже и девчонка, по крайней мере, в Голландии точно, занимаются футболом. То есть именно занимаются, но... В школе прям программа, да, что у нас есть? Представь, 100-тысячный городок Витес, там, когда набирают 8-летних детей в школу, 8-летних детей с 8 лет начинают набирать, там на отбор приходит 500 детей. Практически каждый 8-летний ребенок Витарнема приходит на просмотр, приходит. И даже если он не попал, он пошел в этих сотни школ, который маленький, и они понимают. И поэтому, когда они проходят, там, с условных 7-8 лет, до 15-16, разные школы, чуть выше, чуть ниже, провинциально и так далее, они очень уважают игроков. То есть они понимают, что ты добился того, чего они не смогли добиться. У нас-то даже никто это не делал. У нас все сидят и думают, да, я бы лучше. Схоренали, да? А там они именно прошли, понимают, что им не хватает таланта, способностей, усидчивости, качеств, генетики и так далее, и так далее. По здоровью, да. И они говорят, блин, вот у нас не получилось, а я тут работаю, там, не знаю, видеооператором. А вот у игрока хала получилось, я изначально его уважаю, потому что изначально это, то есть изначально, во-первых, я умею играть в футбол на каком-то уровне, и когда там выходили вот эти матчи стафа, это было прям, не как у нас там выходит, когда там с восьмого раза кто-то по мячу попадает, да? Ну, причем это не минус, опять же, ради бога, люди не должны играть в футбол, но они умеют играть, раз, они пытались, и у них не получилось, два, и, соответственно, принципиально иное вообще отношение к футболу, к игрокам и так далее. И представляешь, вся страна живет в таком же режиме, то есть они сидят все на трилюмонии и смотрят, блин, а он лучше меня, он смог, а я не смог, и у тебя изначально футболист очень уважаемая профессия, как и тренер, да? То есть у нас физрук, а там нифига себе, сборную тренала, там работал, здесь, блин, как классно, то есть там это уважаемая профессия, у нас это, ну, так, господи, что там. Рыбак. Да. В чем вот отличие России, там, да, футбол России с Англией, с Голландией и Англией с Голландией? Что вас поразило? Менталитет. У нас разный менталитет, то есть как бы менталитет у англичан какой, что они вообще не оценивают тренера. Вот представь, вот ты, ты выходишь, сбиваешь три мяча, тебе на следующую игру тренер сажает на лавку, а тебе вообще по барабану. То есть ты вообще ничего не говоришь, не думаешь, потому что они так, тренер своя работа, он определяет состав, у меня своя, мне дали пять минут, пять минут, тайм, тайм, игру, игру, пять забил, пять забил, сел, сел на лавку. То есть у меня это просто, то есть как бы у них вообще, то есть ты приходишь и говоришь англичан, так, у нас сегодня марш-бросок на 40 километров, и они побежали. Они даже не думают, тренер придурок, сошел с ума, ему в Кащенко там надо менять его. Они не оценивают тебя. То есть они, смотри, менеджмент нанял тренера, значит, он достоин работать с нами, у нас есть профессиональный контракт, все. Но у них же есть вот эта история, что они именно такие роботы-профессионалы внутри. То есть я рассказывал историю, что там с 9 до 5 ты на работе, ты все, он вообще суперпрофессионал, все сделает. В 5.01 звонишь доктору, говоришь, я тут при смерти лежу, он скажет, босс, завтра в 9 утра я тебя спасу. Еще не хватало мне минуту назад возвращаться, там, как бы назад. Это вообще, то есть очень четко, личные границы, личное пространство. Все, но профессионально просто, то есть вот это единственные тренировки, где мне приходилось сдерживать, а не нагнетать. То есть ты все время говоришь, давай, давай, а тут надо спокойней, спокойней, спокойней. Давайте не 800 подкатов за 2 секунды, давайте как бы. За полгода моей работы Хали, доктор вышел на поле один раз. Один раз ногу чудаку сломали на тренировке. Вышел один раз. И то он сомневался. 500 раз к одному человеку выбегают, да, там, как бы это. И то он сомневался, его там звали где-то, он хом зарос. Георгий не даст соврать. Да, поэтому это англичане, да. Голландцы, они вечно сомневаются. У них все время вопрос, а почему? А почему? А зачем? А для чего? И они растут в такие, знаешь, какие-то голландские тюльпаны, такие очень изысканные, такие на личном эго все построенные, очень такие ранимые, очень тяжелые. Но и в то же время у них нет психологических барьеров. Потому что, когда тебе с детства говорят, ты лучший, 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 и тут вдруг ты 18 лет выходишь на стадион The Cope, 55 тысяч, да ты лучший, что тебе волноваться? То есть ты в порядке. То есть реально вот так? Да, ты реально вот так, да. Ну и, соответственно, если вдруг какие-то есть подтверждения тому, что ты не лучший, как? Я не лучший? Я не цветок вот этот вот единственный растущий в мире? Есть еще цветки? Не может быть. Поэтому у них вот такой менталитет, и ты это учитываешь все в работе, потому что это это. Ну и наши, соответственно, ты же понимаешь, да, у нас самая большая индивидуальная работа, которая есть с игроками. То есть, например, в Англии, вот почему там, например, в Англии, в Голландии, ну у меня прям какие-то фантастические отношения с игроками. Потому что я с ними много общался, как и в России. И для российского игрока это норма, да? А там никогда с ними никто не разговаривал. И когда он говорит, блин, а ты же говоришь про него, про какие-то вещи, и все. И когда Хал, когда там Сэб Ларсон рыдает, когда я ухожу, ему там 3-4 года, у него там 300 матчей в английской премьер-лиге в сборной Швеции играл. Кстати, этот матч 15-го года играл в составе. Да, но он в порядке Прошау, который себе стандарты подает. Да, вот. И то есть там это... А у нас, типа, а что этот тренер со мной 8 раз на этой неделе не поговорил, а только 7? Охренел, что ли? Ну, то есть у нас все время какая-то завышенная, ну, какая-то вот... То есть вот какая-то вот эта вот история есть, да? И вот у нас... И ты это понимаешь, и четко эти вещи выполняешь, да? То есть у нас очень четко ты работаешь через такую... Знаменитая же история, когда в Москве я работал, начинал, и говорю, Дима Кириченко, я хотел там поговорить с тобой, там смена тактики у нас сейчас будет. Все такое. Викторич, жена уже 5 раз звонила, дочка болеет, все. Я говорю, ну, я просто хотел рассказать, какие у тебя будут функции в этой новой тактике. И два часа с открытым ртом слушает, уже дожжена обзвонилась, то есть как бы, когда про команду извини некогда, а, ну, ладно, ну, я просто про тебя хотел поговорить, а? И два часа, все. Ну, то есть ты сам это знаешь, да? То есть у нас очень эта вот история такая, то есть у нас футболисты очень, ну, нуждаются, хотя, то есть они... Ну, с другой стороны, обратная сторона же, тот же Оде Гард, именно вот это общение с ним, как вы говорите, да, именно помогло вам вот как-то... Ну, так это и Оде Гард, это и Боэн, это и Головин. Причем, чтобы не сложилось мнение, что не то, что я их не тренировал, а только с ними разговаривал. Пойдем тренироваться. Потрындим. Нет, это все работает, ну, в комплексе, в симбиозе, это не работает по отдельности. Ну, понятно, да, чтобы это так, да, что... Ну, Оде Гард, именно, что вам удалось... Да, нащупать историю и вот этот талант, который, скажем так, был очевиден и без меня, или как Кварацхелия, да, я же не говорю, что я его научил там дриблингу обыгрывать, ему научил это у Папа, тренера, которые были до этого, там что-то еще, генетика и так далее. Но были определенные лимитирующие вещи, которые бы точно не позволили бы ему стать футболистом в высоком уровне. И вот тут надо было вот эти вот разблокировать эти триггерные места всякими способами абсолютно. Ну, а вот сейчас многие, абстрактно, условно, он падал в дуновение ветра, вы очень это жестко искоренили. А если не дуновение ветра, а вот так, то это, соответственно, рука будет тут же в гипсе месяца на два, например. Ну, помню, когда там любое касание, там 800 килограммов. Ну, много, но еще, это ничего, но это же мелочи, где вот это... Нет, это не мелочи, это были прям большие лимитирующие вещи, но еще раз говорю, что... Условно, у одного тренера, когда вы пришли к Варсхейле, сидел в глубоком запасе, да, вы приходите и понимаете, что это бриллиант... На первой тренировке, я понимаю. Да, бриллиант, которому нужна просто огранка, нужно просто его... Да, нужно просто понять, что же все-таки, что не так. Я же много раз тебе говорил фразу, я ее очень люблю, она девиз многих тренеров, хотя многие тренеры ее даже не знают, что случайно играть в стартовом составе можно, случайно сидеть на лавке нельзя, да, потому что, ну, ты можешь попасть в случайный состав, тот заболел, травмировался, все. Если ты сидишь на лавке, точно в чем-то есть какая-то претензия, объективная, субъективная, но она есть, и значит, в ней уже нужно, то есть, если ты приходишь и к Варсхейле сидит, будучи таким талантом, нужно понять, почему так происходит и как допустить, чтобы этого не было. История с Фитессом заканчивается, у вас... Где лучше, все-таки, по-вашему, быстренько сейчас закончим? Англия. Англия все-таки там, поэтому прям культура... Англия, это... Ну, это прям вот... То есть ты прямо... Это была, наверное, единственная работа в моей жизни, когда результат ушел на пятый план, то есть ты так наслаждался, ты так... Я тебе рассказывал эту историю, когда мойщик окон меня встретил на улице. Выхожу, играем, по-моему, с Шеффилдом выигрываем 2-0, и на 75-й минуте у нас классика жанра была, и проиграем 3-2, там, на третий добавлен. Выхожу, чудак такой идет, говорит, привет, я у вас тут мойщиком окон работает. И он, причем, с такой-то гордостью говорит, что ты ему говоришь, блядь, красавчик. Ну, то есть как бы, что ты ему скажешь? Ну, и это... Он такой, я тут представляешь, мойщиком окон. Красавец. Он говорит, спасибо тебе. Я говорю, что спасибо-то? Он говорит, ну, вот за вчерашний матч, я говорю, а ты точно после 75-й минуты домой не ушел и без интернета не сидишь, как мойщик окон? Он говорит, нет. Я говорю, за что спасибо? Можешь мне рассказать? А он, ну, простой мужик, да, такой как бы, он говорит, слушай, для чего я хожу на футбол? Я хочу пережить эмоцию. Я этот счет забуду завтра, да? Хотя, когда, говорят, игра забывает, счет остается, нифига, остается эмоция. И сейчас вот если ты будешь пойдешь по ретроспективе своей карьеры, ты будешь вспоминать только эмоциональные моменты. Счет ты где-то можешь подзабыть, да? А вот эмоцию ты будешь вспоминать, какую ты испытал. И он говорит, слушай, ну, вчера на 75-й минуте я был на пределе счастья, на третьей добавленной, на пределе, как бы, несчастья. Я эту эмоцию пережил, я ее больше нигде не переживу. Я, как бы, ее, это было классно, это было, я иду ради эмоций. И так как ты непосредственно учащийся, говорю, ну, да, ты вот куда денешься. Спасибо тебе. Моя замена сломала игру. И ты думаешь, вот моя страна. Вот тут тебе будут говорить все время спасибо, даже если будешь проигрывать 8-0. Ну, я шучу, но просто я говорю, что это совсем другой подход. И так все живут, и так все относятся. к футболу. Так все относятся. А в Голландии они все-таки такие чуть-чуть снобы. Ну, вы же там инновацию вообще какую-то вели. Они должны, там, все играют, там, да, условно, 4-3-3. Я же скажу, история, когда мы первый сезон заняли пятое место, мы установили рекорд по завитым мячам за всю историю Витессы. Рекорд. Представляешь? Болелка мне подходит и говорит, плохо играете в атаке. Я говорю, да? А мы больше всех голов забили за всю историю. Ну, как бы, на мой взгляд, это прямой пример. Если ты хорошо играешь в атаке, ты голы забиваешь или нет? Он такой, не, не так. Я говорю, что не так? Он говорит, ну, вы же забивали как? Я говорю, как? Он говорит, ну, вы все время на переходах забиваете голы. А мы хотим, чтобы там 28 передач, и потом вы пяткой с линии ворот, смотря в другую сторону, завели. Я говорю, а в каких-то пор у нас в мяче, забитые в переходных фазах, уже не засчитываются? Скажи мне. Говорит, и Клопу расскажи эту историю. И реально, то есть там типа... А, много забили? Не, ну не так. Ну не так. Еще у них был претензий по тактике, да? Не по тактике, а они хотели, вот реально, чтобы было 28 передач, и последний вкатывает с последнего рота пяткой уже с лицевой линии. Вот это гол. И пусть мы забьем такой один, а других 50. Нам вот это больше нравится. А в Англии этого нет, да? Они... Ну вот они более искренние. Да, и ты, вот этот стадион, вот это все, там тебе болело, там орут, они орали там на английском, там слуцкий, слуцкий, там по машинам рукой, ты их машешь рукой, они такие все... Вот, то есть вот эта история, когда там еще, когда я уже уходил, я шел там, бродил по этой улице, и все люди вот из этих кафе пешеходных вышли, стали мне там все дарить. Почему бродили? Что? Бродили. Чемоданы. Пару вещей прикупил Лора Пьяно в хале, фейковых. То есть они прямо вас там... Да, да, и как бы, ну то есть поэтому Англия, конечно, Голландия, своя история, очень тоже круто, очень много там традиций, то есть это... Но Англия, это прям вообще, это за гранью. То есть это, я бы, вот сказали, назад и все то же самое, вот просто, пожалуйста, ради бога, очень бы хотел. Как вообще родилась потом вот Рубин? Вот от всего вот этого, праздника футбола, как вас зависло в Татарстану. Ключевую роль в переходе в Рубин сыграл Олег Яровинский. Он просто давно был знаком с Рустем Федаевичем Саймановым, и по существу, вот в момент уже ухода Витеса, то есть Рубин возник уже на следующий день. Еще были варианты? Было несколько хороших вариантов зарубежных, прям хороших вариантов зарубежных. Назвать можно? Ну, была Бенфика в переговорах, был Аек, ну, то есть было несколько хороших вариантов. Но это опять же, знаешь, как, это не то, что вот тебе контракт, подпиши. Там с Аеком был контракт, вот подпиши. Ну, там как бы еще... Ну, то есть можно было подождать что-то, продолжить еще развиваться как бы в ту сторону. Ну, и почему вы именно... Ну, еще раз говорю, Рустам Федаевич был очень настойчив, Олег Яровинский давно был знаком, и очень говорил, что все получится, будет крутой проект, давай пойдем, давай все. Я тут смотрел турнирную таблицу, одну очко от последнего места, думаю, может, нет. Ну, и как-то вот, ну, реально, скажем так, активность Рустама Федаевича Сайманова и позиции Олега... Уговорили вас? Да, сделали свое дело. Сразу два вопроса. У вас какая-то традиция, да, перейти в команду, которая идет там в одном очке от последнего, там, на предпоследний? Нет, а я очень... Знаешь, когда я с некоторыми коллегами разговариваю, они говорят, не, ну, сейчас ты на меня зовут, они там валятся, а эти вот то, а это то. Я говорю, слушай, а где все хорошо, там тренеры не меняют? Там, ну, извините, там свой есть, туда тебя не позовут. Поэтому ты понимаешь, что ты идешь в ЦСКА, и когда приходят в ЦСКА, шли на седьмом месте в чемпионате России, ну, то есть как бы... И там без шансов в Лиге чемпионов, и так далее. Ну, то есть как бы тебя не позовут, где все хорошо, там уже есть тренер, все нормально. И то есть вы, 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 почему тогда в Березуцке уже где-то были, почему они к вам с вами не пошли? Ну, потому что, скажем так, братья очень требовательные по отношению к быту, к финансовым условиям, к чему-то еще. И зарубежный опыт им был безумно интересен и классный. А Рубин, ну, потому что у них всегда есть шанс вернуться в ЦСКА, это правильно, как огромные легенды. Ну, как бы им уже не казался такой... Они посчитали, что лучше они там подожду к ЦСКА. Они же стали сразу работать в ЦСКА. Ну, да, да, да. То есть, ну, в принципе, как думали, так оно, в принципе, произошло. Ну, да, они же вошли в штаб сразу Виктора Михайловича, поэтому... Рубин, вы видите, что Кварцхеле прям просто нереальный талант прям, да? И сразу понимаете, что, я так понимаю, что не зря пришли уже. Да, ну, я тебе рассказал эту историку. То есть я же долго думал, 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 думал. Выходим на первую тренировку, я смотрю на Кварцхеле, поворачиваюсь на Яровинскую, говорю, не зря пришли. То есть на первой тренировке было понятно, что может не получиться все, что угодно, но здесь есть человек, которому, если ты поможешь ему реализовать все свои богом, не знаю, там, отцом, кем угодно данные способности, то это просто бомбическая история. Вы в этот сезон какое место занимаете, когда пришли уже по ходу? Мы были 15-й и финишировали 9-ми. А получается, в следующий сезон вот этот феерически четвертое место, где вы два раза тогда хлопнули? Да, Зенита. У нас два раза хлопнули, извините. И четвертое место, только уверенно. Команда, которая там, Феникс как воскресла, ни с того ни с сего. Прямо еврокубки. Все говорят, еврокубки, все говорят, браво. Все 33 лучших. Да, и не мешало никакой неактивности, ни все, что-что. Все снимали, вон Ваня снимал шедевр на мой день рождения, ты видел этот фильм, они снимали его как раз, как раз когда у нас была эта победная серия. Вас это потом как-то оскорбляло, обижалось, что потом уже все это быстро забылось, или вы к этому были готовы? Так, а что забылось? Ну, еще раз говорю. Ну, что четвертое место, что этот... А что, ну так и потом все было нормально, я считаю, то есть со своими издержками роста. То есть понимаешь, что происходит у тебя? Сейчас будет казаться, что я бесконечно ищу какие-то причины для каких-либо оправданий, но мне не в чем оправдываться, да? То есть я скажу, там, например, на евро там была ошибка, там было то, там было то, то есть как бы там были какие-то сложности. Просто это очень сложная история, когда ты занимаешь четвертое место, и все футболисты, ну, которые более-менее себя что-то представляют, решили, что вот у нас звездный час, нужно валить, потому что, ну, в Рубине небольшие зарплаты, мы все равно там не топовый клуб, там глобально там были. И когда ты все межсезонье, то есть все ходят с телефонами вот так вот, что мы туда, мы туда, мы сюда, мы туда, вот, плюс мы понимаем, что четвертое место это очень хорошо, но для того, чтобы нам определить путь развития, мы должны идти вообще по-другому. Нас этот путь не устраивает, пусть мы чуть-чуть подпровалимся, но тем не менее, и мы меняем почти всю легионерскую бригаду свою. Вон к нам приходят Хакшабанович, Дреер, Толби, ну, то есть вместо там Деспотовича, Евтича, Бегича, да, то есть как бы, ну, то есть более старые легионеры уходят, мы их убираем, более молодых ставим, мы понимаем, что мы можем быть эффективны, если находим у Яровинского там супердар находить, договариваться, он с дьяволом договорится, о чем угодно, с кем угодно договориться, он вообще не проваливает переговоры. То есть мы берем молодых игроков, их развиваем, продаем условно за огромные деньги, на эти деньги покупаем еще несколько, и такой делаем конвейер. Мы продумали именно и бизнес, и спортивную модель развития клуба, поэтому мы понимали, что здесь вот это что-то, мы, может быть, чуть-чуть просядем, так и было, но я понимал, что, посмотри, я тебе уже много раз говорил, что самая яркая вот эта восьмерка легионеров, которая ушла после известных событий, она была в Рубине, потому что у нас все там Хакшабанович, Старшилл в Сельте, Хакшабанович, Глазга, Селтик, там Инбом был в Олимпиакосе, сейчас трензвездие, в сборной играет, Абельгор в Веронии, соответственно, Толби в Лориане, Дрейр в Андерлехте, ну, то есть это для нашего чемпионата, это большие чемпионаты большие, я Курацкелли вообще молчу. Уремович там был в Герте, там перешел тогда. Но результаты же были уже до полного уезда, да, у всех иностранцев, уже было как немножко... Оно было хуже, ну, еще раз говорю, это было связано с тем, что в межсезонье все реально на телефонах, где, с Петрович, я хочу уйти, у меня 100 предложений, Дюпин, Макаров, Самошников, Кварадзе, это очень сложный момент. Мы, в конце концов, мы продаем и Старшилл, да и Макарова. Причем про продажи Макарова все это забывают, это, наверное, самый крупный за последние лет 5 внутрироссийский трансфер, 9,5. Так где там еще никто, конечно, не... Да, но тем не менее, вот, подготовили. Вот, и поэтому здесь чуть-чуть не это. Потом у нас легионеры приезжают прямо по ходу сезона, там, ну, Шабаны чуть раньше, Дреер уже по ходу, Толби уже по ходу. И возникла вот эта вот история, когда прошлый состав еще жил иллюзией, что все, мы сейчас как бы на автомате, у кого-то вот это предпочитает. И я прямо начал бить в колокорал и понимал, что ничего хорошего не будет. Поэтому пошла уже такая серьезная ломка. Реально не все получалось, как хотелось бы. Я понимаю, что это как лавина условно, она как пошла, 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 и вам не удалось ее остановить. Тут есть старые, тут есть новые. Есть момент в этом, где вы считаете, что вы где-то ошиблись? Конечно, конечно. Ну, то есть там многие вещи надо было делать резче. То есть у меня, к сожалению, вот этот момент сентиментальности мне иногда мешает. То есть это, знаешь как, например, вот если бы я сейчас был тренером Олимпии, я должен был отчислить и Колодина и Адамова, двух своих лучших воспитанников. Потому что Колодин до 17 лет был конкурентный. Он два года вообще не играл. То есть он был ретардант, он просто не рос, он просто не мог с ними соревновать. То есть сейчас бы отчислили бы, все тренеры мира бы отчислили бы Колодина. Все это стало там мой лучший воспитанник. Адамов год не вылезал из больницы. Знаешь, когда переходят, ати ты, фиги ты, насморки. То есть просто вот год все. Тоже нужно было бы отчислять по-хорошему. И тогда, вот что я там верил в них по-человечески, да, это сработало потом. И у меня это часто, ну то есть как, знаешь, плюсы продолжения минусов и наоборот. И я думал, что такой сезон, такая эмоция, столько классного и так далее. И нужно было уже принимать многие кадровые решения. Я их умом понимал. Как говорил Олег Иванович, резать прям пожил. Ну это не то, что резать мясо. А сегодня так неправильно говорить. Ну то есть там, окей, Деспотович, там как бы ты хочешь уйти, ты требуешь увеличения зарплаты, ты там самый ленивый человек на планете Земля, иди, да. А ты его все-таки пытался как-то говорить, хотя в конце концов пришло к тому, что там типа говорят, ну все, уходи. Нет, теперь я буду сидеть, зарплату получать. Хотя еще там три месяца назад требовал увеличить ее там на большие. То есть как бы нужно было быть вот, ну то есть у тебя все время шлейф прошлого, он не должен работать сегодня, да. Потому что сегодня это сегодня. Все, что было вчера, почему, знаешь, часто журналисты говорят, ну вот этот игрок еще вчера был капитаном команды, а сегодня его не ставят. Ну потому что сегодня уже не тянет. И так должно быть. Поэтому здесь был вот этот период сложной перестройки, но в межсезонье мы же там великолепно провели сборы, там Самару вынесли 5-0, ничья с СССР, ничья с Динамо, причем такие прям хорошие. Ну то есть прям, и мы начали, помнишь игру с «Зенитом», когда мы вам проиграли 3-2, когда в компенсированное время забил Сергеев, Лисакой забил 2, и Мусаева удалили. Ну то есть как бы, и тут же мы обыграли Ахмат. То есть и я понимал, что все, мы сейчас, мы там были там на восьмом месте, там до опять же пятерки, четверки, там 3-4 очка, я был уверен. Притом это всегда работало, во всех командах у меня, то есть ЦСКА всегда проводил весну, мы там могли где-то закончить феерично. Тот же Рубин всегда, то есть как бы именно там осенью что-то было не так, весной как бы добирали. И поэтому я был уверен, что мы накатим. Но тут как бы уже некуда было накатываться. Исходит то, что происходит, и иностранцы начали уходить, да? Ну да. И произошла вот эта ситуация, и вы просто не справились с этим? С этим невозможно было справиться. Ну то есть как бы ты не можешь, это только в фильмах Михалкова, ты просто с палками пошел, и там мышка бежала, хвостиком махнула и так далее. А на самом деле ты палками танк не перебьешь. Почему в итоге решили остаться, когда понимали, что в ФНЛ можно было не идти? Мы понимаем, что Сайманов вас попросил, у вас были свои понятия, дружбы, это всего. То есть это вот это просто работало. Я считал, что я тоже часть этого процесса. Пусть обстоятельства были выше, пусть мы с ними не справились, но коль ты уже попал в такие обстоятельства, то уже там делать чести, скажем так, сломать то, что разрушено было. Я не считаю, что при моем участии, но формально и при моем участии тоже. Поэтому это было очень важно, и поэтому для меня не было, то есть когда там у меня были предложения из арабских стран, и Кристин просто орал в трубку, что ты идиот, ну как бы для меня это было очень важно. Что пошло не так, почему вы решили уйти? Ну на самом деле ничего не пошло не так, потому что на момент моего ухода у нас была там, по-моему, восьмиматчевая беспроигрышная серия. Мы были там на третьем месте, там одно-два очка от всего, но, ну как бы, ну как тебе сказать, ну вот я тебе просто приведу простую статистику, очень простую статистику. Это прям факты, да? Мы были команда, которая чаще всех входила в штрафную площадь соперника, да? Пробили меньше всех пенальти в лиге. В нашу штрафную по статистике входили меньше всех, ну, в лиге. Мы пробили, в наши ворота пробили больше всех. Ну такой вообще был вопрос, что Барселона бьет меньше всех пенальти в лиге и в их ворота еще больше всего. То есть как бы, это же прямая статистика, входя в штрафную, потому что пенальти назначается, когда ты в штрафную или что, то мы туда входим, бьем меньше всех. В нашу вообще не входит, мы были на первом, то есть нам чаще всех били. То есть я понимал, что судейство, какие-то системные вещи, какие-то вот моменты, связанные уже там с, с внутренними историями, да, то есть они не всегда могут быть такими, то есть сказка не может быть вечной, да, и в Рубине все было насколько хорошо и красиво, и если ты меня спросишь, наверное, самый счастливый год в моей тренерской жизни, то я назову этот сезон, соответственно, 20-21, когда мы заняли четвертое место с Рубином. Это самый, хотя были там и в финале Лиги чемпионов, то есть это был самый именно счастливый год. Я не скажу, что самый успешный, самый счастливый, то есть и ты, ну то есть ты, заканчивая сказку, ты переживаешь какие-то другие этапы. И просто на каком-то этапе я понял, что ну как бы я не могу со всем этим справиться. То есть когда у тебя были футболисты одного уровня, сейчас другого уровня, когда ты вроде как работаешь, а твоя работа зависит от одного свиска. А на Саиманова какие-то обиды остались? Ну, знаешь как, еще раз говорю, недопонимание. Красивых расставаний не бывает. Сергей Галицкий сказал великую фразу, когда-то вот, знаешь, великие фразы великих людей поместят в эту фразу. Поэтому, естественно, я думаю, что и у него ко мне, и у меня к нему какие-то, ну скажем так, вещи, которые там я до конца не понял, или он до конца не понял, наверное, они остались, но сказать, что это было прямо вот единственным или ключевым фактором, я такого не могу сказать. Ну и учитывая, что все равно с годами жизни ты становишься более циничным, вот у меня остались многие школьные друзья, и когда они видят меня сегодня, то есть, ну это вообще небо и земля, поэтому понятно, что ты какие-то решения принимаешь уже более быстро и более цинично. Тогда еще сразу вопрос, что за вообще какая-то такая прям, ну если не война, ну такая, какая-то такая с судьями, то есть это было что в Голландии, да, что в Голландии. В Голландии был один эпизод. Один эпизод, ну просто есть такое, есть вот вообще просто мнение у всех, что постоянно судьями, 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 ну у вас сложилось в России условно, да, прям вы прям судьями, у вас условно бойня. Ну потому что, знаешь как, это как Дон Кехостел, как борьба с этими мельницами, то есть все знают, что судейство у нас не самое объективное, все время пытался фактами доказывать, как обходит ВАР, как у нас увеличивается вдруг количество желтых карточек неожиданно, как происходят те процессы, другие процессы, и когда Ашот Рафаилович возглавлял судейский комитет, ну в принципе был с ним хороший контакт, и мне казалось, вот особенно когда там количество членов ФСК иностранцев стало в пользу от россиян 4-3, что вот по мне это был лучший вот этот там год, когда все было выстроено по поводу судейства, да, как только вся эта ситуация происходит, члены ФСК уезжают на первый же матч, нам с Ростовом назначают Мешкова, который со мной даже не здоровался, ну может быть все это, вот скажи мне, может быть все это случайно, я помню, когда мы играли в Олимпии, в КФК, ты приезжаешь там в Ростов, вот в этот комитет Юга, а у них уже висит финальная таблица первенства перед началом чемпионата, да, ну то есть, ну просто все об этом боятся говорить, потому что тебе должны быть факты, если ты говоришь, да, поэтому это знают люди, которые находятся внутри, поэтому и так бесятся периодически тренеры, потому что понимают, что это не просто ошибка, что это субъективизм, связанный, скорее всего, с какой-то там... Ситуацией. Ну да, там ситуацией не совсем спортивной, да, и поэтому, естественно, тебя это бесит, раздражает, и ты понимаешь, что твоя жизнь, помнишь, как в фильме «Гараж» Брундуков орал, почему моя жизнь должна зависеть от какого-то вахтера, когда он ключами не мог... Поэтому ты сидишь и думаешь, а почему твоя жизнь должна зависеть от какого-то Вилкова? Ну почему, да? А ты получаешь... Ну, хочешь или не хочешь, это зависит. Все-таки у футболистов это не так происходит, да? Все-таки у вас уровень ответственности другой, и как бы это... А здесь ты можешь что-то сделать правильно, и тебе говоришь, как там Журавель там говорил, ну, с Ускому надо сосредоточиться на тренерстве, а не на судействе. Я ему хотел сказать, что вот если он сидит, ведет репортаж, тут заходит чудак, его отталкивает, выхватывает микрофон, начинает говорить. Он что-то пытается, вот его опять оттолкнул, не дает ему комментировать. То есть когда там свистится каждый фолк, ты говоришь, Тимур, Тимур, сосредоточься, пожалуйста, на комментаторстве. Ну что ты сосредоточился на человеке, который тебе мешает комментировать? Ну то есть это такая дилетантская и на самом деле вообще поверхностная фраза. Я просто говорю о том, что и мне показалось на каком-то этапе, что, ну, наверное, какая-то борьба, еще раз говорю, особенно когда Ашот Рафаилович возглавил, я понял, что вот оно, что сейчас все будет прекрасно и великолепно. Ну, соответственно, все уехали, все это и все. И я сегодня, например, вот у меня основное требование к арбитру, это просто, ну то есть ты всегда чувствуешь, ну ты, Рок, ты всегда чувствуешь, когда подсуживают или когда судь просто ошибается. И почему вот этот твой ряд, то есть когда я вижу, что судья просто ошибается и говорят, вот Голландия, и был один эпизод. Один эпизод. И то после этого мы лучшие друзья с Гизи Бююком, он там судит на топовом уровне, и мы реально с ним прям серьезно говорили, и он даже сказал, что я в чем-то, в чем-то был прав в каких-то моментах, и так же он там, ну то есть, потому что там прям, ну так, это было один раз, ну то есть, ну за два года один раз, ну что, это борьба, что ли? Можно испыльнуть, да. Вот, поэтому здесь ничего такого нет. Вот, а у нас, к сожалению, еще раз говорю, когда это просто ошибки, вообще вопросов нет, ко многим судьям я отношусь с достаточно большим уважением, потому что у меня ни разу не возникало ощущение предвзятости с их стороны, но и есть большая когорта. Леонид Шкутский, Дон Кихот. Ну, я не скажу, что Дон Кихот, кстати, какой-то прям положительный персонаж, это очень спорная фигура на самом деле. Вы, вот мне понравилась фраза, вы говорите, я столько, сколько лет вы прям в футболе вот уже там условно... Ну, я 30 лет трениров. 30 лет, говорит, в футболе, и, говорит, я вот в тот момент прям все устала, надоело, все взбесило. Вот, Леонид Слудский тут неожиданно бах и врывается вот вообще просто везде. Ютуб разрывает, вот это всякие шоу, все это. И для всех это прям вообще, то есть, ну, это прям, вы такой, можно сказать, прям вообще инноватор, первый проходец в своем возрасте. Понятно, что у вас, вы там не ходят дедули, но охружение довольно-таки все моложе вас, и вы вообще на одной волне с молодыми, как это удается, как к этому пришли, почему вообще, как это вообще возникло все? Ну, смотри, ну, во-первых, я еще когда был в Олимпии, мы даже играли там КВН и внутри школы, там был лицей номер 8, потом я играл в КВН, даже выходил там на сцену высшей линии, когда еще был там в ЦСКА работал, все орали там КВНчик, тренер КВНчик и так далее, да, там, слышишь, как обидно, когда тебя еще бесконечно обыгрывает тренер КВНчик, а не профессиональный специалист. Вот, и поэтому, когда вот возникла такая ситуация, возникла ситуация, что сейчас, ну, еще раз говорю, я решил взять определенную паузу. Да, если бы было бы хорошее зарубежное предложение, если оно еще и будет, я готов работать, но сейчас тоже есть обстоятельства, которые, ну, затрудняют эти процессы, вот, поэтому в определенный момент ты понимаешь, что ты живешь все равно, когда ты тренер, ты живешь в шорах, да, я не брал телефон за два дня до игры, там, отключал его, то есть я не общался там с друзьями, я ничего не смотрел, не видел, то есть ты живешь вот так, а потом вдруг этих шор нет, и ты хочешь, рисуй, хочешь, ходи на YouTube-шоу, хочешь, копируй дзюбу в большом шоу, хочешь, создавай сам проект, если у тебя это получается, и ты понимаешь, что это классно, это классно, то есть на самом деле, и все почему-то говорят, да, конечно, как он страдает, никто не страдает, есть, не знаю, к сожалению, частью, кроме футбола, много интересных, других прикольных вещей, это была первая история, то есть тебе, мне просто это нравится, раз, вторая тема, ты сидишь и думаешь, почему вот как бы вообще за рубежом очень развитая история, там, зарабатывание денег амбассадорскими контрактами, реклама, еще чем-то, да, не знаю, там, Шарапова закончилась теннисом, уже хрен знает когда, и до сих пор, давайте уходить, Юрген Клоп получает на рекламу больше, чем в тренерстве, да, у нас это невозможная история, ты это знаешь, потому что ты, наверное, больше всех, кто как раз-таки, кроме меня, пытается что-то это, и ты думаешь, слушай, а можно ли вообще коммерциализировать свою медийность, да, и ты понимаешь, что можно, то есть, что можно, то есть, по сравнению с тренерством, это вообще, там, 10% от всего, а тем не менее, то есть, никто не орет, там, дармоед, бесплатно, получайте деньги, ни за что, потому что ты уже, там, амбассадор, какая-то реклама, какие-то съемки, какие-то лекции, и ты получаешь, понимаешь, что это классно, интересно, и ты на определенном этапе понимаешь, а почему я вообще должен зависеть от общественного мнения, Почему я должен... От чего мнение должно зависеть? От мнения, я не знаю кого. Что скажет Вася Уткин? Какие-то... Почему все вдруг стали нравственными камертонами или хотят что-то еще? Я закон нарушаю? Не нарушаю, да? Я действую в пределах законодательства, которое ограничивает людей. Если мне интересно что-то создавать, делать, пробовать, и кому-то это может не нравиться, я вполне допускаю. Это как ты рассказываешь, когда ты пишешь. Дзюба, как ты задолбал уже все прочее. Сколько можешь смотреть на твою рожу, заходишь, и на него он на тебя подписан в Инстаграм. Трудно не увидеть рожу, когда ты подписался на этого человека. Поэтому, в моем понимании, это очень такая прикольная, интересная тема. И когда ты учишься быть независимым от общественного мнения, потому что у тебя все время вопрос, а кто это общественное мнение? Это кто вот эти все нравственные, моральные камертоны? Это кто? Это люди какие-то кристально чистые, или что-то у них там все великолепно, все прекрасно поэтому. И ты эту ситуацию отпускаешь, тебе это очень нравится, это очень круто. И самое главное, что люди, мнение которых для меня действительно важно, они все меня в этом поддерживают. Даже моя мама отличник народного образования, с удовольствием смотрит наше с тобой шоу, ржет. Понимаешь, она это миллион раз видела в жизни, и поэтому ей очень комфортно заходит такая история. Поэтому, если кто-то считает, что ты всегда можешь просто не смотреть и не делать, ничего здесь такого нет. Тут еще говорят, типа, кризис среднего возраста, что-то я уже преклонный возраст, какой уже средний. Ну, что только не делают, лишь бы это сказать. То есть, вы часто даже сами понимаете, что говорят, да, как будто там с ума сошел, или еще что-то. Вот был период, вы прям отдохнули, и вот сейчас вы можете сказать, что прошло какое-то время, что вы уже соскучились по тренеру? Не, ну, я всегда, учитывая, что у меня там есть агент, там, он зарубежный и все прочее, он вел переговоры, я бесконечно летал на переговоры, там, часто был очень близок, и, в принципе, не было ни одного там дня, когда бы у меня не было. То есть, ну, это как работает? Варианты, которые тебе предлагают, тебе не очень хочется, да, менять вот то, что сегодня есть тебе, на этот вариант. То, что тебе очень хочется, тебе не дают, не предлагают или выбирают кого-то еще. В силу массы обстоятельств, там, просто, просто, может быть, потому что человек, в конце концов, сильнее, чем я. Поэтому этот процесс идет все время, поэтому я не сказал, чтобы, вот я год ничего не делаю, там, или сколько-то ничего не делаю, потом делаю. Поэтому вот там сегодня август на дворе, и я готов ко всем предложениям, ко всему прочему, как это и было, собственно говоря. Причем еще будут они, именно которые меня устроят, я с удовольствием включусь опять в тренерскую жизнь, потому что, конечно, ну, там, я тренер. Не будет, я с огромным удовольствием продолжу получать удовольствие от жизни и тем, чем я занимаюсь сейчас. Вы российский клуб приняли бы вообще сейчас бы? Ну, мне нужна история зажигалки. То есть, как бы, потому что... Я здесь? Да. Финансово это уже, ну, не может быть прям так, ну, объективно, да. В плане, там, статусности, там, Лиги чемпионов и всего остального, это, если это будет прямо вот такой проект, который думаешь, нифига себе, блин, круто, интересно, классно, то почему нет? Но просто сейчас объективно, ну, обстоятельства настолько сложные. Причем, когда ты их переживаешь, то есть у тебя вот только что было 8 топовых игроков, раз, у тебя, вот, то есть вот просто ты сваливаешься с одного на другой уровень, и это очень трудно в моменте пережить. То есть, наверное, в динамике это легче, но в моменте это очень тяжело, поэтому... Что же я говорю, меня сегодня, сегодня я нахожусь в таком статусе, что я могу спокойно выбирать и быть очень привередливым в этих вопросах. Хотя когда-то, я тебе сейчас скажу честно, я помню, я разговаривал с Андреем Владимировичем Лексаком и говорил, что, блин, вот я не понимаю тренеров, которые, там, вот, ну, там, например, там, работал в премьер-лиге, сидит без работы и взаёт в первой лиге, он там не идёт, или ещё кто-то ждёт. То есть я бы работал всё время, неважно, позвали там во вторую, во вторую, там, в пятую, в пятую лигу и так далее. Сегодня я могу честно сказать, что я бы уже... Ну, то есть я хочу работать там, где это реально я буду полезен и эффективен, а не просто так, ради того, чтобы у тебя была галочка в трудовой книжке. Знаешь, смешную историю, когда... Ну, то есть раньше были трудовые книжки, но они сейчас тоже существуют. И раньше, если ты два месяца не работаешь, у тебя стаж тебе не засчитывался. Вот. И мама у меня работала тогда ещё заведующей в детском саде, причём детский сад назывался Крепыш. Вот. И, в общем, периодически... Она приходила с вами, она всё время приходила с вами, да? Да, да, да. И периодически, когда у меня возникали паузы в карьере, меня мама встраивала в свой детский сад, и вот это... Главный тренер Крылья Советов, следующая строчка, там, два месяца, инструктор по физической культуре в детском саде Крепыш. Главный тренер ЦСХ, инструктор по физической культуре в детский сад Крепыш. Я говорю, нахрена ты это держишь? Стаж — это важная история, она тогда... Да, 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 это есть такая... Так что у меня там этих Крепышей... У меня тоже такая история была с мамой, там, с батей, там, батей там орал, говорит, нахрена тебе этот стаж! Это вот это было, я вот это помню. Это очень прям такое... Сейчас вот вы вот такой прям уже уверенный, холостяк, живёт сам для себя, в прекрасной квартире. Хотелось бы вот влюбиться? Ух, какой сложный вопрос. Вот хотелось бы что-то такое вот испытать именно вот в этом направлении такое... Просто идёт там, не знаю, там, кто-нибудь такой... Типа... Сложный вопрос очень. Но вы такой сам человек, такой очень консервативный в плане именно отношений, там, влюбиться. Вам очень тяжело всё это что-то испытать, какие-то эмоции? Ну, я могу сказать тебе, что я вообще считаю, что после 40 лет... Ну, вот... То есть, ну, у каждого возраста есть своя вообще физиологическая подложка, да, как бы это. Поэтому влюбиться в 50, так же, как ты влюблялся в 20, ну, просто физиологически невозможно. А если ей 20... Нет, она-то влюбится. Вопрос к тебе. Вот. И поэтому... На самом деле, это пока очень сложная история. Это раз. Потом... Тренерство, на самом деле... Это, знаешь, история... Я не помню, тебе рассказывал, нет. Очень интересная история. Ты знаешь Олега Яровинского? Один из самых коммуникаменных людей на планете. С чёртом лысым договориться, всё это и это. Это вообще расстроился один раз в жизни на 5 минут, когда его в 10-м классе восьмой раз выгнали из школы, из какой-то новой. А надо было в институт поступать. То есть не расстраиваться, ничего. И тут... Как бы... Ну, то есть просто всегда такой человек-оркестр и всё прочее. Тут он... Меня дисквалифицирует после этой истории с Гизи Биюком. Матч с Утрахтом. Одну игру я дисквалифицировал. При том, что я провёл установку. Всю неделю работал. Всё это и это. Определил состав. Это сказал и всё прочее. Он просто был ИО во время матча. То есть даже замены там, ну, согласовывались и так далее. Он рассказывает после игры. Он говорит, ваше тренерство главное. Идите вы все в жопу с этим тренерством. Говорит, что случилось, Олег? Он говорит, я, говорит, вышел когда к бровке. Просто там что-то подсказать. Он говорит, я, говорит, смотрю, и эти все далеко, кто футболисты. И поворачиваюсь, и лавка далеко. Он говорит, у меня такого приступа одиночества в жизни никогда не было. То есть тренер — это самая одинокая профессия вообще, которая существует. И когда ты 30 лет в этом тренерстве, ты привыкаешь к нему. Мне не скучно с самим собой. Мне не скучно в каких-то вещах. Мне как бы... То есть у тебя там взрослый ребёнок. Ну, то есть как бы ты просто адаптировался к этой истории. Поэтому если вдруг моё хрупкое сердце вдруг среагирует, будет замечательно, прекрасно, и будет сумасшедший бонус в моей жизни. Если нет, то... Если нет, то я очень комфортно, спокойно себя чувствую и в этом состоянии. Спасибо за ответ. А вопрос такой. На стажировке ездили вообще куда-нибудь вообще? На периоде становления я где только не был. Я чемпион мира по стажировкам. Ну, просто да. Все-таки уже опять ты. Да. И какое прям самое такое, что запомнилось? Кто удивил или кто-то восхитил? Ну, Артём, они же... Ну, на разных этапах это всё по-разному. Ну, например, меня вообще больше всего раскрытила Милан Лаб. Это лаборатория Милана, в которую никогда никуда не пускали, и мы туда попали просто чудом. Я тебе рассказывал эту историю? Вас исследовали? Примерно так. То есть мы приехали в Милан. Мы приехали с агентом, который, помнишь, когда-то привозил Бобуна, Савичевича, вот этих всех это. Вот. И... А Милан в этот день там, в это время как раз валился, и Грациани приехал на базу. И этот агент, всё, они обнимаются, потому что, ну, все там с ними истории. Он говорит, а что ты приехал? Он говорит, да я с русскими тренером приехал, а я был с шестом. Он говорит, а что вы приехали? Он говорит, ну, мы хотим в Милан Лаб посмотреть, никого не пускать. И говорит, Саня такой, не пускай, давай. Это... То есть мы были единственные, невозможно было попасть в Милан Лаб. И когда мы зашли в этот Милан Лаб, это был, наверное, 2005 или 2006 год, когда вот как в НАСА, знаешь, все двери открываются, когда всё... Вот это было, да. И когда я пообщался со всеми этими специалистами, когда у меня там столько было именно тренерских открытий... То есть вот, например, чудак стоит, он занимается спортивной биомеханикой. То есть там вот, например, ты заходишь в зал, спортивная биомеханика. Они тебе ставят правильно технику бега под разными ракурсами, куда у тебя колено выгибается, не выгибается. Поэтому я понял, почему Несто с Костокурта играли до 80-ти. Вот. Вот. И всё это-это. И ты этому начинаешь биомеханику говорить, слушай, а вот это как? А вот это как? А вот это как? Он тебя смотрит и говорит, ты вообще тренер по биомеханике? Ты говоришь, нет. Говорит, а ты кто вообще? Он говорит, ну я главный тренер. Говорит, а зачем тебе это надо? Говорит, ну как? А раньше в Советском Союзе нас учили, что тренер должен знать вообще всё. И тут он садится мне и рассказывает, он говорит, слушай, у нас вот здесь разбрали лучших биомехаников мира. Если бы ты знал, сколько первые три года мы сделали ошибок, ты бы с ума сошёл. Я говорю, так, если лучшие биомеханики мира сделали много ошибок за первые три года, сколько в биомеханике сделаю их я? Не то, что не лучшие в биомеханике, а миллионные. И я понял, это не надо, то не надо. И там вот этот психолог, когда ты, знаешь, мозгами держишь вот эту линию, сохраняя уровень, не видел никогда этот тест? То есть тебе такие специальные датчики надеют на голову, и ты, когда сохраняешь фокус, у тебя держится такая прямая линия, и тебе нужно понимать, что ты подрасслабился, сразу линия вам. То есть они уровень концентрации учат держать в этой лаборатории. И там на тот момент это вообще было что-то запредельное. Вот это, например, на меня произвело огромное впечатление. А стажировки, да, ну, то есть ты понимаешь, у этого тренера такой подход, у этого такой, у этого такой. Но так как я уже имел возможность ездить туда, будучи сформированным специалистом, я скорее сравнивал, что можно, что нельзя взять, что туда, что сюда. Каждый тренер по-своему интересен. Я не буду как Гаранин, который напросился на стажировку у Рубина, потому что слуцкий, клоун, мы даже лучше тренируем. Ты думаешь, а что ты приехал-то? Ты что хотел увидеть, что мы на головах ходим? Или что тут делаем? Причем мы приехали, концовка сезона, декабрь, холодище жуткое, поле обледеное. То есть, и потом, думаешь, ты вообще в своем уме, ты нормальный? И я ко всем тренерам, которым ездил, я понимаю, что это их система, это их практика. Я не ждал, что они меня удивят. Я просто понимал, как это может... То есть, это в любом случае была очень полезная каждая стажировка. Потому что даже понимая, что вот это ты точно не будешь принимать, это тоже огромный вывод, и за это тоже нужно быть благодарным. Они говорят, типа, да ладно, нифига не да ладно. То есть, это все складывается в очень важные факторы. Но, еще раз говорю, ты когда уже имеешь определенную философию понимания, то ты уже по-другому и смотришь. То есть, Ариго Саки, это было да. А вот так вообще можно играть? А это что? Нет Либера? Нет персонала? Это было да. А на других этапах это уже было совсем по-другому. Топ-3 тренера мира. Сейчас? Да. Сейчас топ-3 тренера мира. По вашему мнению? По моему мнению. Анчелотти. Ван. Многие не согласятся, но это прямо «Железобетон». У вас что-то общее есть с ним, между прочим, такой подход, мне кажется? Гвардиола. Безусловно. Номер 2. Ну, или номер 1. Здесь не знаю. И, ну, я все равно, я люблю Клопа, поэтому Клопа поставлю в строку. Я тоже почему-то очень люблю. Харизматичный дядька. Ну, и вообще, у нас просто было, когда мы в ЦСКА, он работал в Баруси, мы жили в одном отеле и очень много общались, как бы, на сборах. Да. Много времени, да, и как бы было очень интересно. Ну, что я могу сказать? Я думаю, что практически все, мы из вас какие-то истории выжили, если что-то где-то... Да, ты большой молодец, мне было очень интересно, хорошо подготовился. Все, с нами был прекрасный, восхитительный Леонид Викторович Слуцкий, даже я, который знаю его очень уже давно и много, несколько историй, которые даже больше я не знал. Смотрите, ставьте лайки, пишите в комментариях, что понравилось, что не понравилось. Я думаю, что он был сегодня максимально откровенен, ни одного мата, практически, там, пару литературных слов было со стороны Викторовича, я не ругался, кстати, вообще. И я считаю, что было продуктивно, черт возьми, долго. Всем пока, Леонид Викторович, спасибо вам огромное, вы были прекрасны. Субтитры сделал DimaTorzok